Ахмед Гореев под псевдонимом, правда, пишет несколько вопросов по изложению проекта библиоскопа. Они пришли буквально вот когда я уже выбегал от компьютера, поэтому тут просто вопросы. Я попробую ответить на эти вопросы, но вы можете выступить с репликой. Несколько вопросов по изложению проекта библиоскопа. Коллеги, кто успел дочитать до библиоскопа и хоть пример представлять, что это такое? Пожалуйста, поднимите что-нибудь. Никто не успел? Ну, видите, тогда ваш вопрос – это экзотический вопрос, суперинтеллектуал. Библиоскоп – это проект какого-то древнего, 98-го года, который, грубо говоря, это система обеспечения электронных текстов, электронных книг и библиотек. Как вы можете убедиться, он вполне современный, и поэтому здесь есть два содержательных вопроса. Можно назвать этот, вот то, как этот проект там изложен, полной упаковкой проекта за вычетом конкретных исполнителей роли каждого модуля. Я так вопрос раскрываю непосвященных. Надо ли, когда вы будете готовить проекты, проектных сессий, когда если попадете, использовать форму, в которой упакован проект «Библиоскоп», как стандартный? Нет, ни в коем случае. Это не стандартная форма, это интуитивное разовое штучное изложение. Тогда стандартной формы не было. Мы тогда проектные связи еще не проводили. Там целого ряда важнейших вещей просто нет, их не хватает. Это вполне такой гуманитарный, содержательный проект, но рассчитанный на инвесторов. Почему проект не был реализован? Почему многие из, на мой взгляд, хороших решений до сих пор не внедрены? В сущности, электронный рынок книжный до сих пор не слишком развит. Многие жалуются недружелюбно существующих сервисов. Каких модулей не хватает, что стоило бы добавить? Это очень важный, конкретный вопрос, который я предлагаю в качестве задания на собеседование. Вы берете проект «Библиоскоп». Это самый конец книжки «Толстый корпоративный предпринимательский». Этот проект пытается построить план всестороннего создания рынка электронных текстов, электронных библиотек в сети. С тех пор прошло уже 13 лет. Этот рынок до сих пор не создан в таком виде. Важный вопрос, почему? Чего там не хватает? Понятно, что если проект не реализован, виноват предпринимать всегда, как сильная страна, компетентная страна. Бесполезно обвинять отечество, человечество, общество, в целом, костный народ, рынок, проблема рынка – это все, в общем, какие-то абстрактные вещи. Виноват всегда предприниматель, как более сильная страна. Так же, как в жизни, виноват всегда мужчина. Можно оправдываться, можно искать, можно ссылаться. Виноват мужчина, ничего не поделать. Я готов обсуждать, но для того, чтобы мы это обсудили, нужно, чтобы был повод, конкретный повод состоит в том, что это очень хороший вопрос и очень хороший материал для подготовки проектной сессии. Вот, вроде бы, проект. На самом деле, проекта там нет, а там есть проектная идея. Местами слишком детальная, местами не изъявят дыры. И отсутствует тот, кто должен все это делать. Давайте мы это разберем, и я буду спрашивать об этом на собеседовании. Юрий Александрович, если мне окажет честь тоже, потому что он в этот проект про них глубже, чем я. Ну, у нас перед собеседованием будет, как традиционно, в других вузах есть, на физтехе есть, консультация. Когда мы меняемся ролями, и вы нас спрашиваете, чего мы будем хотеть на собеседовании, какие вопросы задавать, как на них надо отвечать. Можно использовать. Спасибо за хороший вопрос. Юрий Александрович, я Барышеву тогда по алфавиту, но оставлю на закуску. Поскольку он сегодня виновник, не скажу, чего. А, он уже сказал, он скромный. Он скромный такой. Надеюсь, Соросу, Международному валютному фонду, ректорату, руководству, Виксельбергу, вы тоже сказали. Елена Дерюгина, физтеха, написала замечательный эсэйс, который я без комментариев прочту несколько цитат, которые меня очень тронули. Важная для меня тема профориентации. Только если в книге выбор поставлен менеджмент или предпринимательство, то для меня вопрос стоит иначе, наука или предпринимательство. Для меня тоже, здесь в рамках нашего курса вопрос стоит именно так. Дальше она пишет, мне в принципе не важно, ученым или предпринимателям, лишь бы смысл был. Мне тоже. Повесить пониже? Вы регулируете. Так, не знаю. Далее она пишет. Что делать? Как боремся? Попробуем так. Так. Хуже. Не слышно. Вернем назад. Дальше она пишет. Ученый без предпринимателя, какую бы замечательную технологию не придумал, мир не спасет. То есть вводится еще один критерий. Желательно попутно полезно и с приятным еще и мир спасти. Согласен. Без спасения мира никакая деятельность не имеет смысла, но заодно надо иметь в виду, что спасая мир спасаешься сам и наоборот. Нельзя спасти мир не спасясь и нельзя спастись не спасая мир. Никакого индивидуального спасения такого частного не существует. Согласен. Не буду обсуждать. Так кого же меньше критерий? Предпринимателей или ученых? Точнее, хороших предпринимателей или хороших ученых. Где дефицитный ресурс? Туда бы и надо стремиться попасть. Вводится еще один дополнительный критерий. Помимо спасения, значит, мира, дефицитная профессия. Выбрать тех, кого не хватает и в те ряды ей пойти. Это правильно. У вас будет меньше конкуренции на рынке. Дальше. По поводу того, что спасение происходит в рамках русской культуры средствами русского языка. Елена пишет. Я все искала в себе и это пыталась выделить. Может, не получается, потому что я вся русская и все вокруг меня русская. Поэтому я не могу различить белое на белом. А может, потом, наоборот, что этого самого так мало, что так глубоко, что не видать. Согласен с тем, что изобилие и дефицит две стороны одного и того же. То есть, когда микрофон слишком громко и когда микрофон слишком тихо, это одинаково плохо. Вопрос, кем быть предпринимателем или ученым, превратился в кем быть в России. Предпринимателем или ученым? И совершенно неожиданный финал, блестящий. Просто 6 баллов. Россия сказала, да будь кем хочешь, только времени у нас мало. Давай, пошевеливайся уже. Замечательно. Хотели ли вы что-нибудь к этому добавить? Нет. А зря. Там она пишет, шевелиться кому лучше. А вопрос еще мне надо. Предприниматель. Закончите праздник. Какой вопрос ко мне, что ли? Да. Ну, он личный вопрос. Я как бы в рамках этого курса почему буду отвечать. Кого интересует, как я ухитрился за 3 дня до защиты написать другой диплом? Так, 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 так. Тогда, знаете, если время останется, если время останется. А, это актуально. Я все-таки отложу. У меня долг. Маркин Павел Вячеславович, про которого Сколковсы написали, что он в комментариях, секретные комментарии, где ваши качества обсуждаются, но этот на случай, если нужен штатный философ. Написали Сколковсы. Поскольку они понимают, что единиц только одна штатная предусмотрена, и то под вопросом. Мне нравится здесь выражение «хорошим сегодня, в кавычках, стало некоторое стабильное вчера с элементами стабильного позавчера». Есть важный пункт, с которым я хотел бы, ну, не то чтобы не согласиться, но уточнить. «Работа дает вполне конкретные советы отказаться от решения только своих проблем, взглянуть на трудности с иным более высоким уровнем абстракции». Всем советую статью молодого Гегеля, кто мыслит абстрактно. Кто-нибудь читал статью Гегеля, кто мыслит абстрактно? Неужели и вы не читали? Потрясающе. Гегель был в каком-то городишке вонючем, типа Бамберге. Через этот городишко прошел, он там был в эмиграции, то есть он убежал от войны. Потому что через его родной город прошла война, он там видел мирового духа верхом на коне, то есть Наполеона. В общем, он бежал в городишко Бамберго, не помню деталей, там работал редактором многотиражной районной, районной многотиражки. И там его, видимо, достали, и он написал очень-очень злобный текст, кто мыслит абстрактно. Я объяснял, что абстрактно философы не мыслят, философы как раз мыслят конкретно, абстрактно мыслят обычные граждане с улицы. И он приводит там, среди прочих примеров, диалог, где гражданка на рынке подходит к торговке куриными яйцами и говорит, «Эй, тетка, твои яйца тухлые». Та вот я начинаю дарать, «Что? Мои яйца тухлые? Да ты сама тухлая, на себя посмотри. Да не твоя ли мать с офицерами в канаве валялась? Да не твой ли отец по кабакам шлялся? Да у тебя на голове черти что, да ты одета бог на это что?» И он объясняет, что женщина интересная, человек конкретный, но торговка смотрит на нее абстрактно, то есть сквозь призма того, что она поимела наглость усомниться в качестве торгуемого ею продукта. И поэтому она вся окрашивается в цвет тихтухлых яиц. То есть когда вы вместо человека видите предпринимателя, врага, мужчину, кавказца, милиционера, студента открытого университета, вы заменяете его человеческую конкретность на абстрактную шляпу, которую он у него нахлобучивает. В этом смысле если предлагается отказаться от решения своих проблем и взглянуть более широко, это не более высокий уровень абстракции. Вы просто погружаете свою частную проблему в более конкретный контекст и смотрите на нее как часть этого места, этого времени, этой тенденции. Ну, короче, абстракция для меня пуста. Абстракция, когда вы заменяете конкретное понятие каким-то, какой-то блямбой или жупелом. Вот почти вся наука менеджмент построена на абстракциях. Бостонская матрица абстракция, когда вы заявляете, что все корпорации у нас делятся на четыре части. Какие-то там звезды, дойные коровы и прочих дребедей. Конкретный подход корпорации это берется понятие как конкретно всеобщий, как фрактал. То есть вы определяете его как целое, а потом добавляете туда новые и новые конкретные качества. Эти конкретные качества выделяют группу корпораций, которая является частным случаем. Частный случай отличается от общего тем, что он все черты общего содержит, но при этом он содержит конкретизацию. В общем, это очень важный вопрос. Все, что мы делаем здесь, это конкретизация понятия инновационное предпринимательство и его коммерциализация. Вот мы будем сегодня продолжать и дойдем до предельной степени конкретности на одном примере. Я вам притащил сегодня один конкретный пример, где можно будет наконец дойти до конца и понять, чем отличается предпринимательская схема от бизнеса. Совсем до конца. Но там огромная бездна, но это вот, грубо говоря, в тех таблицах смысла, которые у меня были. А можно попросить включить презентацию? Так, вот не эту, а там их две, другую. Ну вот в терминах наших клеточек, движение вглубь клеточки и погружение на все более мелкую детализацию, это и есть работа по восхождению от абстрактного конкретного. Абстрактным является весь смысл в целом. Вот это предельная абстрактность. А дальше мы начинаем двигаться и вот у нас получается, что в абстрактном имеется 9 аспектов. Значит, имманентная не является абстракцией, имманентная в 9 раз конкретнее, чем смысл. А дальше мы движемся и начинаем разбираться с осями. И выясняется, что вот товарное хозяйство – это конкретность, которая раз в 9-9, 81 раз конкретнее, чем все формы социальной деятельности. И вот мы должны дойти до предельной конкретности вот где-то вот тут, в микроточечке или видное, в которой мы получим предельный уровень конкретности. А предельная абстракция и то, что у Гегеля – это бытие. Одно слово, которое обозначает все на свете. Вот это предельный уровень абстрактности для Гегеля. Но дело в том, что это абстрактное, оно как истинно содержит в себе всю эту конкретность изначально. Она беременна, эта конкретность, она у нее находится внутри, а вы стоите снаружи. Поэтому абстрактность – свойство взгляда, ваше свойство, а не свойство бытия. Нельзя сказать, что бытие абстрактное. Можно сказать, что если вы о нем ничего не знаете, кроме того, что все на свете бытие, тогда у вас в голове абстрактное понятие, больше ничего нет. А если вы можете от бытия проделать путь до продовольственного магазина, до портрея на Кавказ, и указать, как он производится, откуда берется, сколько стоит, почему она стоит, кем пьется и зачем, то тогда вы мыслите вполне конкретно и можете вполне включиться в процесс, как производитель портрея на Кавказ. Да-да, пожалуйста, микрофон, если… А, вот. В том-то и дело, что от этого продуктового магазина потом назад надо будет вернуться. И это шаг не менее важный, чем вот бытие в магазин, вот я о чем говорю. А когда мы конкретизируемся, нам, мне кажется, необходимо понимать, в каких рамках, в каких условиях мы находимся. Мне просто не нравится слово абстрактное, оно в этом не говорит. Если вы говорите конкретно всеобщим, вы ко всеобщему возвращаетесь, а не к абстрактному. Если вы уже внутри, вы конкретно, вы возвращаетесь ко всеобщему. Вы же помните про магазины, про то, что вы там находите, помните, зачем вам нужно всеобщие, чего вы хотели узнать, откуда цены или что со спросом. А вернуться к абстрактному, значит, вам дали по голове, и вы забыли все на свете, кроме какой-нибудь одной философской категории. То есть это полумрачное состояние, в котором большинство людей пребывает всю жизнь. Они знают, что есть наши и не наши, и не наших надо мочить сортиров. Вот это вот, значит, с этим вот бытийным аппаратом люди живут всю жизнь. А мне, кстати, кажется, что наоборот, большинство-то прозябает в конкретном, и вот это самое конкретное, таким инструментом по выжиганию эмоций у всех становится, когда человек не понимает, зачем, почему, что происходит. Это не конкретное, это частное. То есть вот я знаю только язык Гегель, а может узнать какой-то другой язык. Они прозябают в частном. Есть частная собственность, и в голове имеется частная мысль. Одна, да-да. Но она не является конкретной. Конкретная – это вот взятая со всем своим становлением, конкретная истина. Я согласен, я, видимо, просто в термин немного не сошелся. Ну вот тебе просто предлагаю терминологию вот этого, может быть, есть другие, я о них не знаю. И дальше Маркин пишет, честно признаться, уже безумно хочется практики, читаешь, и начинается дрожь в теле, вот бы и правда попробовать. И тут я уже была, как и губы раскатал, думаю, сейчас мы вот начнем проектной сессии. И тут он вдруг добивает. Для начала на уровне теории хотя бы. Говорит он. Все испортил. Хотя бы. Нет, я не вставил хотя бы на уровне теории. Ну а что такое практика на уровне теории, я не совсем знаю. Ну может и там. Помешните об этом. Помечтаем об практике. Дмитрий Ринчев пишет. Идеология в отличие от идеи узконаправленная служит определенной группе людей. Важно понимать, что идеология слуга человека, а идея его властитель. Я с понятиями не согласен, а с образом согласен. Мне очень нравится разделение на идеи и идеологию, где вы задним числом реабилитируете по крайней мере идеи. Вы задаете идеологию, кидаете ее на копию разъявленным стрельцам, потому что было поколение, для которого идеология табуирована. Но надо хоть как-то называть то, без чего человек не может жить. Идею можно победить лишь другой идеей. Таким образом возникает новая форма деятельности, стоящая выше экономики, политики и войны. Новая игра в идеи. Ну да, хорошо бы отделаться от экономики, политики и войны как-нибудь и поиграть в идеи. Многие люди пытались просто... Понимаете, беда в том, что в какой-то момент вы выигрываете некоторое время, а потом выясняется, что в паре человека идея с субъектами является идея. Она вами играет, она вами побеждает, после чего она вас оставляет либо в покое, либо выбрасывает, либо приносит жопу. Я тоже об этом писал. Да, да. И дальше в конце имеется какой-то абзац, который я обсудил бы отдельно, но лучше бы вы нарисовали его. Потому что вы пишете, что государство имеет одно ключевое отличие от всех остальных игроков. Оно смещено в отношении сразу трех осей в равной степени. Хорошо бы, чтобы понять, какие вы имеете в виду оси, какие формы деятельности. Из этого абзаца я их не понял. И боюсь, что вы под государством общество имеете в виду. В традиции перевод на русский язык. Если государство, тогда непонятно. Государство это частный собственник, это часть общества. И почему вы наделили его такими замечательными свойствами, не ясно. Поэтому лучше бывает нарисовали таблицу, тем более вы обещали. Там можно было обсудить, а так я не врубил. Я насторожился, тем более в нашей стране свои счеты с государством. Часть нашего общества считает, что государство это плохо. Все, что оно делает, плохо. Оно хреновый инвестор, оно плохой собственник. Оно вообще склонно к спонтанному тоталитаризму. Оно угнетает трудящийся и вообще лучше бы без него. Не то, что совсем без него, вроде как нельзя. Потому что анархия мать порядка. Короче, государство у нас находится под подозрением. Я не разделяю точку зрения, но в ней что-то есть тоже. У людей есть своя правда. Разбираться в этом сейчас неохота. Поэтому, если вы нарисуете этот абзац, я буду вам очень благодарен. Мы можем разобрать. Рученко Дмитрий, вольный слушатель. Мысли. Я просто прочту мысли. Они мне нравятся как лирический образ. Они не доведены до понятий. И поэтому их рационально обсуждать нельзя. Но они являются наводящими и ведут до некоторой степени в правильное направление. Скорее настрой. Это медитация некоторая. Я читаю медленно. Моя собственность это когда я не могу отказаться от этой самой собственности. И не потому что заставили, а потому что не могу. Точка. Свободный выбор это когда я могу взять удар на себя в чистом виде. Не из двух зол, а одно на себя и что-то другое спасется, возродится и преобразуется. Тоже интересная мысль. Свободный выбор это не выбор, а собственность это не собственность. Я с этим согласен. Хорошо бы мне принять не только знания, а традиции и каноны. Точно. А просто знания принять без традиций и без канонов невозможно. Потому что знания лишенные корней, как в Советский Союз лишенные экономики, начинают проваливаться, разваливаться и рассыпаться. Например, это очень просто делается. Вам знания дают, но человек авторитет не имеет. И что его слушать? Вроде он академик, но академия дерьмовая. Вроде он защищался, но в ученом совете сталинисты сидели. Вроде он говорит, но от себя именно. А от себя именно истину не говорят. Если я мешаю вам спать, коллега, то не мешаю, я вижу. Не будите. Спасибо за то, что пришел. Дальше он пишет. Так хочется оставаться при этом самим собой. То есть найти себя в этот момент, в момент действия. Да, обрести себя желательно в момент действия. Потому что обрести себя, когда спишь или когда сидишь, или когда дремлешь. Был такой цикл восточных афоризмах. Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше умереть, чем жить. Или другой вариант. Мужчина днем может лежать только в гробу. Восточная пословица. И, наконец, главный вопрос, который на самом деле касается каждого из нас. Мы с ним боремся каждый день. Рудченко, Дмитрий. Как себя спровоцировать на работу? Спровоцировать на работу? Как создать вокруг себя такие обстоятельства, чтобы никуда не деться, кроме как вперед? Это тоже очень русский вопрос. Потому что русский человек, даже если он смысл уже постиг, уже вроде бы можно действовать. Но все равно надо еще себя спровоцировать на работу. И просто создать невыносимое обстоятельство, чтобы никуда не деться, кроме как вперед. И после этого уже можно смело совершать подвиги, потому что выход другого нет. Легче подвиг совершить, чем не совершать его. То есть поставить себя в такое положение и совершать. Чехалов Юрий. Здесь недослышки, недочитки и я хотел бы просто, чтобы мы могли возможно специально поправиться. Я вот цитирую, пишите. Россия в конце 19-го, начале 10-го века преимущественно представляла собой общество традиций. Но тем не менее это не помешало ей взять за основу утопию братства. В скобках уж не знаю почему. Да. Ну вот. Ща мы найдем традиции. Вот она представляла собой общество традиции. Традиция симметрична вот этой относительно этой оси, симметрична братству. В России доминировала, была попытка сказать общественный тип собственности. И она вот относительно этой оси симметрична братству. Ну и много других симметрий можно показать. Смотрите на таблицу и увидите почему. Вот братство, оно идеал, вырастающий из общества традиции, превращающийся в идеологию. Справедливость из общества культуры, где абстракция господствующая власть. А это рациональное общество, где традиция свободы. В общем, короче, на таблице все понятно. Писать, что уж не знаю почему, прочитав книжку смыслу. Непонятно. Можно книжку смысл не читать. Можно простейшую триаду, которую вы сами привели. Общество традиции, культуры и цивилизации. И понятно, что у них на знамени французской революции имеется вот эта триада. Свобода, равенство, братство. Цивилизация, самое главное, я свободный человек цивилизации. Отстаньте от меня, не мешайте мне работать. А в свободное от работы время не лезьте ко мне в душу, в квартиру, счет, бюджет, постель и так далее. Общество культуры, там где всякая культура иерархична, она основана на вере. Там имеется культ мастер подмастерье, там важно во что ты веришь и т.д. и т.п. А общество традиции, там где все люди братья, одно племя, один род, все мы дети крокодилы или бегемотов. А бегемот наше татурное животное. Там есть, конечно, внутри него касты, но касты это не разделение труда и не сословие. Отдельная тема. Поэтому, в общем, вопросы непонятные. Это все разобрано в разных книжках, не только мной. И деление общества на традиции, культуры, цивилизации вы можете найти и у Малявина, например, который скоро будет здесь выступать. Дальше вы пишете про Россию, пересказывая один из наших текстов. Из-за отсутствия прочного экономического фундамента медленная деградация вниз по этажам. Это не совсем деградация, понимаете? Когда вы запрыгнули далеко вперед, а потом должны добирать недостающие условия для существования в этом далеком впереди, это не есть деградация. Значит, что вы не успеваете домодернизироваться. Когда, понимаете, вот некое общество далекого будущего, у которого внизу должны быть технологии, полный набор промышленной технологии, информационной технологии, финансовой технологии. А вот здесь у вас должна быть снята в виде экономика, то есть цепочки добавленной стоимости без людей. А вот здесь у вас иерархии, а вот здесь вы занимаетесь инновациями. У вас здесь все полно. А если вы взяли авантюрным путем из-за такого общества, где вот здесь вот только ремесло, а все остальное это абстракции, взяли и перепрыгнули вот туда. У вас, получается, большинство этажей пустые. Если вы туда запрыгнули, если ваш субъект находится где-то, у него идеология братства, а здесь у него партия нового типа, то здесь имеются дыры. Вместо финансовых технологий у вас центробанк какой-нибудь полудохлый, вместо информационных технологий у вас там плановые эти самые, то, что придумал Куйбышев, это, как же называлось у нас, советская плановая система, основанная на заполнении всяких пустограпок и бесконечных этих самых балансовых простых. Вот у вас два пути, либо заплакать и вернуться назад в общество традиции и вас сожжут, либо у вас модернизация, то есть быстро черпать из-за границы промтехнологии, там, не знаю, из одной страны, из Соединенных Штатов, финансовые технологии из Англии, информационные технологии из госкорпораций типа, значит, германских и прочее, прочее. Поэтому нельзя сказать, что Советский Союз деградировал медленно и оседая вниз по этажам. Можно сказать, что Советский Союз пытался организовать замещение, и он довольно успешно создал современный корпоратизм. Не было современного корпоратизма в Царской России, он был укладом. Он перетащил огромные корпорации, он в значительной части переосносил себя промышленно, он перетащил сюда турбины из Сименса, паровозы из Швеции, научился делать, в конце концов, и танки, и самолеты сам. Но он провалился на том, что он не смог перетащить современные финансовые технологии, и современную экономику, и в частности, частную собственность тоже. Еще раз, это не деградация. Это слишком авантюрный заброс, слишком далекое будущее, и катастрофа в связи с тем, что люди не успели демодернизироваться путем заимствования. А заимствовать было трудно, потому что за границей были классовые враги, был железный занавес, не было возможности посылать людей из Сколково, то есть из Сколково посылать в Силиконовую долину по понятным причинам. Штирлиц, конечно, разбирался в современной экономике, но, во-первых, он был один такой, во-вторых, у него были другие задачи, кто смотрел 17 мгновений весны. Он же, в общем, там понимал в значительной степени, как устроена современная ему экономика. Я не к тому, что там все было безукоризненно. Да, в общем, проиграли, провалились, катастрофу потерпели. Но это не была медленная деградация. Это была безумная гонка, где немножко не успели. Не собираюсь судить, почему. Призывает Юрий к очень важному. Он призывает осознать свое прошлое, как необходимые экспериментальные опыты, не как катастрофическую ошибку. Совершенно согласен. Как катастрофическую ошибку уже разжевали, признали, обсосали, оплакали, покрыли толстым слоем розовых и других соплей. И, в общем, это все неплодотворно, и это все уже произошло, случилось, поставьте точку на конец, сколько можно. Ныть, конючить, проклинать. Значит, давайте теперь разберемся со своим прошлым, как конструктивным материалом. Собственно, отчасти мы пытаемся в рамках нашего курса тоже заниматься этим, с поправкой на то, что мы не прошлым занимаемся. Просто это некие подручные тела. Наше прошлое является активом, наряду с другими активами, из которого вы будете делать свое будущее. Эта мысль не мне принадлежит, очень многим людям, она понятна. Оно имеется здесь. В частности, это здание тоже наше прошлое. Кстати, довольно хорошо модернизированный, работающий, переживший несколько модернизаций. Оно, я так понимаю, построено в конце 19-го, начале 20-го лета. И потом в конце Юрий предполагает, что мы вот сейчас все, осознавши свое положение безысходности, них ни хрена не делаем потому, что якобы мы копим запал пассионарности. Используя выражение Гумилева. Но идея, как можно ничего не делать, сидеть и копить, мне не очень нравится. Я уже рассказывал вам, пересказывал сказку про великого русского богатыря, который долго копил пассионарность в дупле. А когда его отечество призвало к великим задачам, выяснилось, что его там снизу до пояса гадюки сержали в этом дупле. Я думаю, здесь другие диагнозы, но сегодня мы не будем это обсуждать, но это важная тема, мы ее затрагиваем уже. Если вы хотите что-нибудь добавить, опровергнуть, пожалуйста, Юрий. Баршев Геннадий Константинович, который всем уже про все рассказал, поэтому я читаю его. Можно про именинника говорить не только ничего и хорошее, но и что-нибудь другое? Вы мне разрешите? Наиболее удобная форма построения государства второго мира – это корпоративно. Дело не в удобстве, понимаете, в чем дело? Это совершенно не относится. Все равно сказать, что для меня наиболее удобная форма двуногого прямоходящего. Если бы у меня был выбор какой-нибудь, я еще куда-то делся бы. Государства второго мира, у них корпоративно просто запаян в определении, и это вот и с таблицами можно посмотреть. Я не предлагаю сейчас обратно к этому возвращаться, нет такой возможности. И дальше вы пишете «Корпоративно наш выбор». Да не наш, это выбор. И по этому поводу в ином есть статья «Век трансформации власти». Вот Юрий Александрович мне подсказывал, при Эрит Малявина он будет вам читать цикл, где слово «корпоративно» имеет негативную коннотацию, а слово «корпоративность» – позитивную. Как бы ни называть, вы до этого дойдете, послушаете, абсурдите. Просто надо разделять слово и явление. Есть некая глубокая фундаментальная мысль, которая выражала себя век назад словами Дюргейма, больше века, и Бердяева, где он говорил, что был мир старых корпораций. Вот это средневековые города, это были города-корпорации. Есть замечательная статья «Вебера. Средневековый город», где он объясняет, как это общество было пронизано корпоративными отношениями. А потом эти люди пишут, что вот наступит светлое будущее, когда корпорации вернутся, то будут другие корпорации совершенно, абсолютно другие. Мы все время пытаемся объяснить, что это корпорации предпринимателей. В корпорациях средневековья люди не были свободны. В корпорациях средневековья, значит, они были скованы определенными связями. Вот корпорации нового типа строятся на добровольной основе. Что их связывает, это вот мы уже прошли, я не могу вернуться назад. Я просто констатирую, что Барышев Геннадий Константинович, несмотря на то, что он из МИФИ и вообще суперумный человек, да еще и у него день рождения, он прохлопал ушами важную часть содержания, которое мы проходили. Сейчас вернуться я не могу, назад уже успеть. Это просто некоторые оси исторической симметрии. Вот имеется некая форма, которая проявляет себя как корпоративный. Вот она, корпорация. Корпорация как-то проявляет себя в первобытном общинном строе. Но она такой, она трансцендент. Корпорация проявляет себя в обществах феодального, средневекового типа как политика. И по сей день политика корпоративна. Корпорация как-то проявляет себя в бизнесовых обществах. Как это отдельная тема, она по-прежнему трансцендентна. Корпорация как-то проявляет себя в, значит, на фондовом рынке. В мире предпринимателей, строящих добавленные цепочки. И, наконец, вот в этом месте корпорации впервые встречаются на диагональной оси со своим типом. Возникает тип общества, которым корпорация окрашивает его как базовая его характеристика. И оно все сплошь корпоративно, потому что вот то, что делают сейчас творцы этого мира, создатели, хозяева, предприниматели, первооткрыватели, назовите как угодно, люди, которые находятся на фронтире, они строят корпоративные институты. И вот это и есть настоящий корпоратив. А ее проявление, а потом она уйдет в основание. То есть вот в обществе будущего, где главным будут инновационные предприниматели, корпорация останется, она уйдет в основание. То есть что-то под вами будет корпоративно, но вам париться по этому поводу не надо. Будет корпоративно устроена промышленность, но эта промышленность уже как бы работает в рутинном режиме, и ни с кем не надо сражаться. Там уже нет могучих супер-дерипасок, которые бьются там с какими-нибудь потанинами. Это все уже отстоялось, на них прописан кодекс, и это рутинная деятельность. Вот что я имею в виду, говоря про корпоративное общество. В этом смысле это никакой не выбор, это некий резонанс. Вот когда мы доберемся вот до этого типа, тогда можно сказать про это будущее общества очень много, и тогда идеологии доминирующие будет как раз справедливость. Тогда центральным вопросом технологии будут информационные технологии, IT. Сейчас они болтаются, как хризантемы в прорубе. И вроде их надо делать и продавать, и вроде никому нужны. Но по большому счету никто не знает, что это такое, и никто не понимает. Начальники тупые по-прежнему пытаются купить компьютеров, не понимают, что надо покупать этот самый СОП. И все равно это СОП нагрузка или мода. А вот в обществе корпоратизм, это просто вопрос жизни и смерти. Это технология внутренней сорганизации корпоративной структуры общества. В значительной части этой теме посвящен цикл ЛЕЦИ и книжка, которая на сегодня задавалась корпоративная препаративная структуры от смысл предмета. Она очень поверхностна, хотя она довольно большая, поэтому осторожнее с корпорациями. Они не хорошие, не плохие, мы их не выбираем. Значит, они нас выберут скорее, когда придет время. Это некоторый необходимый, неминуемый этап и слой общества, и слой, который присутствует в любом обществе. Он может играть ту или иную роль, доминирующий, недоминирующий. Значит, все общества корпоративны в той или иной степени. Но слово корпоративн характеризует вот именно этап резонанса. Корпоративн это тип общества, в котором его корпоративность временно, до этого была не так, после этого будет не так. Играет роль вот такой системы образующего резонанса. И тогда про него говорят, можно сказать, эпоха Аллы Пугачевой. Или эпоха Неда Брежнева. Или эпоха Холодной войны. Выбирать какое-то явление, и оно действительно в этот период играет некоторую знаковую роль. Ну, с Пугачевой, конечно, мы перебрали. Но так будет не всегда. В 30-е годы не было Пугачевой. И еще через 20 лет страшно подумать, я забыл. Да, пожалуйста, я хотела спросить. Микрофон. Собственный вопрос. А, к примеру, Евросоюз является такой корпоративного типа на уровне страны? Никто не является корпорацией нового типа, не являлся, не будет являться. Это абстрактное понятие, которое может в той или иной степени объяснять аспект реальности. Вы можете ее отождествовать, и это общество, корпорации не отождественны, понимаете. В этом обществе есть же финансовые технологии? Есть. Поэтому Евросоюз – это историческое явление колоссальной важности, сложности, в котором я не понимаю ни ух, ни рыло, как специалист. Но в каком-то смысле, да, они, вот, часть проекта Евросоюза – это бюрократический проект, который пытается выстроить корпорацию, которая должна заместить собой отсутствующую невозможную нацию. Поскольку общей идеи, общей, значит, идентичности у Евросоюза, очевидно, быть не может, а что-то общее должно быть, предпринимается попытка создать эту целостность на уровне или через посредство корпорации. Я не говорю, что это хорошо, плохо, что это утопия или нет, это отдельная тема. Но здесь вот вы правы в том, что это важнейшая скрепляющая роль, через которую они пытаются его слепить. Сказать, что это очень получается, нельзя, но они тупо, упорно, методично ползут в эту сторону, и скорее тенденция пока ближе туда, чем обратно. Хотя они все время вот колеблются на грани, там есть две тенденции, одна плюс, другая минус. Мы можем отдельно это обсудить, но только, извините, не в рамках нашего курса. Что скажет бедный Алексеев, когда узнает, что вместо подготовки предпринимателей и инноваторов мы тут решили помочь вам обосноваться в Евросоюзе и побыстрее влиться в ряды ее чиновничества. Нас не так поймут. Ну и, наконец, наш юбиляр пишет. Госкорпорации, в скобках, возьмем их самые светлые и хорошие черты. К прообразам этой корпоративной информации вообще имеют отношение? Госкорпорации имеют некоторое отношение. Они, с учетом того, что наше общество размазано, в нем есть и этот тип, есть и этот, есть и этот, есть и этот. И где-то максимум вот тут, между недоделанной цивилизацией и полудохлым, начинающим с постиндустриализмом, имеется вот такой элемент корпорации, имеется вот такой элемент корпорации. Такой элемент корпорации – это бывшие совковые главки, тресты, министерства и прочие, которые ожесточенно пытаются переделаться в холдинге. А вот эта вот корпорация – это попытки ряда холдингов преобразоваться в предпринимательские корпорации. Мы несколько таких знаем. То есть превратить себя из кучи собственности, у которой общие акционеры, в управляемый поток параллельно реализуемых предпринимательских проектов, о чем мы говорили. В этом смысле в госкорпорациях, того типа, о котором вы говорите, есть немножечко того, есть немножечко другого. Но в принципе, в большом учете, на уровне образа, ближе всего, привет, Георгий. Ближе всего это, помните, я употреблял такое выражение «невидимая рука плана». Вот имеется невидимая рука плана, она вот тут буйствует на этаже корпорации. То есть все эти отношения в любом обществе есть, они должны быть. Они у нас в целом общим трансцендентны. То есть все знают, что есть там какие-то большие группы, и к одной из них наверняка относится Сечин, к другой из них, наверное, относится Нарышкин, впереди еще кто-то, и там-то вот пилят, и там-то вот делят, и там распределяют, что делать Абрамовичу. Но это все слухи, тайны, клевета, недомолвки и прочее-прочее. Вот госкорпорации впихивают туда и говорят, ребят, ну хотя бы часть, давайте вот эта вот каша, в которой барахтаются авторы инновационных проектов, давайте мы хоть как-то часть из них спасем и им денег дадим. Но не так, чтобы они их брали где попало, а вот пусть они выстроятся в очередь, идут там к Чубайсу или к Гемерзиану, и там мы им частично рационализируем процедуру. Вот, значит, это все попытки ковыряться вот тут. То есть в целом, в общем, наш корпоратизм трансцендентный, но в нем имеются игроки, которые пытаются модернизироваться. Я назвал вам несколько типов игроков. Госкорпорации — это когда вот наше царство-государство, которое идеологически заявляет, что их нет и быть не может, которое идеологически заявляет, что нет никаких отношений распределения, есть только обмен, и поэтому свободный рынок все решит. Оно все-таки ощущает постоянно гигантское давление со стороны непризнанных отношений распределения. И оно замечает, что большая часть его лучших сынов, которые должны регулировать отношения обмена, сидит и втихую, значит, рулит на распределении. И тогда оно, спохватившись, говорит, ладно, слушай, нельзя так допускать, давайте вот мы здесь фонариком осветим несколько темных углов этого процесса, и все, кто не успел убежать, спокойно сидеть, вот находитесь здесь, сейчас мы вас утвердим, у вас будет, вы не волнуйтесь только, вы не будете акционерное общество, у вас будет отдельный закон, у вас будут офигенные льготы, и вы все будете в шоколаде, как говорил Чубайс. Но все равно, зато мы вас делаем прозрачным. Вот что такое госкорпорации нашего типа. Они где-то вот тут-тук-тук. Попытки задним числом хотя бы частично признать то, что официально и идеологически либо не существует, либо является порочным. А лучше и то, и другое сразу. То есть отношения распределения бывшей плановые, либо они не нужны, их нет. Либо если они у нас все время проклятые, как-то вот просовываются и возникают, тогда надо частично вот эти вот, легализовать бордели, что ли. Некоторые, значит, вывести, повесить вывески, красные фонари, и будет говорить, это все родимые пятна тоталитаризма. Сколько избавиться от них нельзя, ну как, вот рынок никак не может инновационных предпринимателей финансировать. Давайте мы откроем такой полупритон, полубордель, полу, значит, не знаю, для бобжей, приют, и вводим он там регулярно, посадим туда верного сына Чубайса, и он им деньги будет раздавать. Это очень печальная картина, понимаете, когда огромная часть реальности не имеет статуса, не имеет смысла, не имеет понятия, и она нелегальна, а она есть. И с могучей силой своего бытия она проламывает все эти препоны, и тогда мы, скрипя сердце, скорчивать кислую мину, вынуждены легализовать этот бордель. Юлия Александрович, я тут очернил нашего замечательного Геннадия Константиновича, а вы хотели сказать, наоборот, несколько теплых слов, насколько я понял, о нем. Да, я привез. Я хотел. Ну ладно. По-моему, все плохое у нас на мне лежит, а все хорошее на вас. Поэтому у меня такое подозрение, что Юрий Александрович хотел его поздравить и чем-то наградить. Ха-ха, это одни знания. Это кажется. Нет, раз завелась дурная традиция тем, кто вынужден вместо того, чтобы в кругу друзей предаться примерно тому, о чем в конце говорил Сергей Павлович, в единице в ночном клубе, да, и заняться инвенционным, бордеризацией инноваций, завелась традиция за замужество проявленной героизм вручать книжки, чтобы еще больше загрузить, товарищи, чтение. Это я вручу в конце, она мне нужна, а эти остальные две. А, вот так. Ну поэтому, Ген, две книжки можно забрать прямо сейчас? Да ладно уж. Выйдите перед народом. Раз всем рассказали. Все равно уже Виксельберг знает. У нас нет столько томов, сколько у Олега Манчулянцев, просто последние остатки. Сергей Павлович, мне сегодня позвонил и сказал, вот это, говорит, у меня кончилось, это осталось две. Одна нужно подарить Виксельбергу, еще успеть там и другую кому-то. Но слава богу, у меня там где-то на складе на третьем этаже дома завалялось, поэтому. Это как раз на сегодняшнюю лекцию домашнее задание, а это на последнюю. Так что очень важно. А книжка вот эта, приедем вам попозже. Можно отсюда пару слов скажу? Я понимаю, что виноват всегда мужчина, сегодня конкретно виноват мининник, но я хотел бы пару слов в свою защиту сказать, потому что меня тут разгромили. Деточка виноват, он не виноват. Во-первых, я не говорил, что мы выбираем корпоратизм. Речь шла о том, что у нас в стране постоянно пытаются построить что-то, то у нас мы строили коммунизм, то потом социализм, то либеральную демократию, то еще может непонятно, что будем строить. Но теперь появляется новая идея корпоратизм, которая еще обосновывается через табличку смыслов и так далее. Это, на мой взгляд, я, конечно, может мало читаю, но это достаточно новая идея. Но для меня я нигде больше пока особо не встречал. И вот именно в этом контексте я и говорю. Мы его построили. Я не зря говорил, что Сергей Байч говорит, что сегодня тихо, половина не слышно, плюс жара. Он хотел все время объясниться. Все, что он нам говорил, это для меня. Было объяснением, что это присуще нашему укладу жизни, нашей культуре, истории, так как развивалось русское отечество, ему присуще такой путь. Для нас это сейчас внутренне. Как цветку присуща расти. Резонанс. Ибо это, при этом Олявина скажет, таковость бытия. У каждого, всего, что существует, есть таковость его бытия. И оно должно избыть эту таковость бытия. Вот так из нашего бытия ему присуща корпоративность. И вот мы ее избываем. А не потому, что это какая-то идея придумана. И второе, я не очень знаю, кто это они, которые все время придумывали то коммунизм, то прочее. Вы сказали мы, меня там не было. Поэтому я их перевел в модус они. Идеологи. Русский народ. И его руководство. Да. Идеология. Вот вы же тоже понимаете, что есть какая-то идеология, которая давляет над вами. И она как трансцендентна, она над вами есть и есть. Поэтому русский народ в массе своей ничего не придумывал, а просто грустно глядел и смирялся с той или иной, принимая эту идеологию как коллективную бессознательность, как судьбу. Как местную судьбу русскости, которая над ним нависает. Откуда появилась эта судьба? Это уже вот второй вопрос. надо прекращать. Вы все сказали? Только еще, если можно, еще одно замечание, один вопрос. Первое замечание. Я не бильярд. Вопрос. А про госкорпорации я написал. А про госкорпорации. Но вообще в настоящий момент, исходя из реальных условий в нашей стране, мне кажется, что они достаточно эффективны по сравнению с тем, что вот остальное есть. Тяжело повторять уже сказанное когда-то, поэтому я вам просто советую, если будет возможность, зайдите на сайт УК-номер-один и там найдите в новостях была беседа с Приваловым у меня. Как называется? Угол зрения, да? Угол зрения называется? Передача, да. Специальная госкорпорация. Привалов умный человек и даже если я вам надоел, то, что он там спрашивал, очень интересно. Есть было где-то в прошлом или позапрошлом, недавно. Чтобы закончить с интеллектуальным развратом, а нам после перерыва предстоит тяжелая и работа важная и интеллектуальное напряжение довольно резкое. Поэтому постарайтесь вдохнуть. вот это зачем на экране сейчас? Да. Я просто хотел напомнить... На экране зачем сейчас это? Что? На экране сейчас зачем это? Это после перерыва. Я просто убедился, что... А, это вы заранее? После перерыва. Можно не смотреть на то, что там на экране. Сейчас я там переключил. Доля распила. Да, да. А, есть замечательный текст, который написал Илья Никаноров под названием «Иное мурашки». Я вам советую прочитать, я пересчитывать не буду. Я только одну маленькую цитатку оттуда из контекста вырвал. Там просто Юрий Саныч с ним уже эту тему начал обсуждать. Я имею в виду в нашей группе «Теперь подумаем», пишет Илья, «Получается, что Россия для того, чтобы капитализировать этот не имеющий аналогов кросс-культурный слой, состоящий из смесь советской идентичности и идентичности и редской, которая образовалась сегодняшняя Россия, да еще и предписывать к нему идентичность советско-зарубежную, состоящую из эмигрантов, которые покинули страну в кровавые 90-е, необходима уникальная социальная инновация». То есть у нас есть три идентичности. Они разорваны. Гражданской войны между ними нет, но они ни во что не склеиваются. Это напоминает мне рассказ Шекли «Четыре стихии» про то, как человек был расщитлен на четыре шизоидных компоненты, и все они были несчастными уродами. У нас имеется три компонента несчастные уроды. Савок, обвиняемый во всех неправдах, но у нас кино другого просто нет, кроме советской литературы, почти нет и так далее. Современная эрэцкая, которую ругают все, кому не лень, потому что она сырая, недоделанная, непонятная, и к тому же когда она становящаяся, и наконец западная, которая ущербна, потому что люди уехали, они все время оправдывают, кричат, «Да перестаньте нас обсуждать, мы не иммигранты, мы не имели в виду, надо будет, так приедем, и вообще какие разницы, где жить сейчас, это выбор каждого». Но там тоже есть ущербность некоторая. Но для того, чтобы это произошло сплав, понимаешь, что сплавление не происходит путем того, что взяли и сложили рядышком и подули, полили водичкой. Илья предполагает, что предстоит уникальная инновация, которая может иметь традиционные для социальных инноваций формы, от которых возникают мурашки. Я просто хочу по этому поводу свой короткий комментарий, который я сейчас не буду. Илья Александрович процитировал стихи, сейчас не принято стихи читать, по поводу поколения. Стихи принадлежат, там не сразу все поняли, поэту Го Когану, который успешно в 24 года погиб на войне. К этому поколению приезжает несколько поэтов, которые успели написать буквально по 2-3-4-5 стихотворения. Например, легендарный Майоров, в котором, цитата, без выражения читаем, «Мы были высокие русоволосы, вы в книгах почитаете, как миф, о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последний папирос». Он тоже, я писал, в 20 лет и в 22 или 23 погиб. Было поколение 20-летних, которым посвящен потрясный фильм Хуциева, я отсюда вам отрывочек показывал, здесь называется в разных вариантах «Заставы Ильича» или просто «Не 20 лет». Это поколение людей, которые, значит, родились во время войны, а родители погибли. То есть, в каком смысле, 10 из тех 20-летних. Ну, в общем, вам тоже в среднем лет по 20, и поэтому у вас свои могут быть тяжелые проблемы и, в общем, не без того. Я просто привлекаю внимание ваше к этой теме именно потому, что она связана с Устряловым, с иной. Я к этой теме возвращаться не хочу, обсуждать ее здесь не готов, это отдельная тема. Я ее совершенно не боюсь, она, более того, для меня главная, но не для нашего курса. Наш курс посвящен профессионализации подхода к инновационным предпринимателям. Для этого вы должны принять к сведению, что у нас проблема идентична, и барахло, которое его может создать в собственности, оно может оказаться растащено на части, между тремя частями. Одна часть, очевидно, будет предоставлена самой себе, захочет реставрации Советского Союза, национализации и прочих заведений. Вторая часть, она уже погрязла в откатах коррупции и в своей собственной порочности, а третья часть, она уже как бы и не наша, если первая и вторая часть схлестнутся или разойдутся, то третья часть окажется бездомными и зарубежными жителями, у которых нет своей идентичности. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь захочет в Калифорнии создавать такую неорюцию. Поэтому, может быть, просто тихая катастрофа. Тихая катастрофа, это если эти части так и не сплавятся ни во что же не способны. Тогда проблема собственности не актуальна из-за отсутствия собственности. Тогда выбирайте, каким образом вы хотите ее отдать или потерять. Но эту тему мы уже обсуждали. Я к ней начаться не хочу. Я думаю, что самый лучший текст, который написан на этот счет участниками нашего мероприятия текст Калифорнии. Вот загляните, перечитайте, потому что сейчас сессию не все видели. Большое спасибо вам. После перерыва нам надо сделать два конкретных усилия. одно из них касается под давлением 200 атмосфер взять зеленую книжку и выжать из нее полезную каплю жидкости. То есть я покажу из нее откуда берется конкретное представление о корпорации, предпринимателе и инноваторах. Для этого потребуется немножечко понапрягаться, внимательно слушать, поэтому отдохните. То же самое в третьей части. Будет перерыв, не знаю, не будет. Мы сделаем с книжкой, которая будет заданием на дом. Я просто покажу заранее готовый результат, к чему вы должны прийти. То есть понимаете, меня очень не устраивает тот поворот, который приняли события здесь. Мы углубились в гуманитарщину, в философию, в лирику, в историю и прочие сущности, которые с точки зрения меня косового фистеха являются вот такой размазыванием соплей по площадке большой площади. Мне хотелось бы реабилитировать точное начало и преподнести вам абсолютно конкретную и до предела дальше некуда модель, из которой всем становится наконец ясно, что такое предпринимательская схема, что в ней производительная, за счет чего производительность достигается, чем она отличается от бизнеса. Чтобы не обсуждать на методологическом семинаре, а просто пальцем можете сказать, вам все понятно? Вот различия 1, 2 и 3. Все можете построить общую понятную? Отлично. Именно это нам предстоит проделать, потому что в следующий раз у нас остается последний задание. Мы должны эту конкретность распилить на 9 частей, каждая из которых связана со своим институтом, со своими транзакциями, способами его преодоления. И это уже алгоритм. Вот сегодня мы должны освоить, присвоить, мы с вами разобраться с тем, что такое инновационная предпринимательская схема, как она устроена, и в чем ее фундаментальное отличие от всех других типов деятельностей, с которыми вы знакомы по жизни, литературе и так далее. А в следующий раз мы должны ее разметить на 9 частей, дальше конкретнее этого мы не пойдем. А дальше у нас начнется отбор на проектной сети. Итак, мы рассматриваем, прошу прощения, мне даже стыдно таких человек говорить, некоторые предельные абстракции производства продукта, который состоит из трех этапов, всего три передела. Здесь абстрагировано все, что можно, проще быть не может, уже нельзя сократить цепочку. Итак, имеется три бизнеса, бизнес-1, бизнес-2, бизнес-3. Бизнес-3 производит некоторые конкретные продукты, на которые имеется конечный спрос, какие-нибудь хрюндели. Вот, на рынке вот эти хрюндели, которые производят бизнес-3, покупаются за 16,6 условных единиц, например, рубля. Бизнес-3 для того, чтобы сделать эти хрюндели, покупают промежуточные продукты бизнес-2, назовем его как-нибудь, что, как это назвать, дрюндели, неважно, или там принципульты. Бизнес-2 покупает, в свою очередь, он производит промежуточный продукт, продает его бизнес-3, больше некому. И покупает исходный материал у бизнес-1. Бизнес-1 потребляет исходное сырье, не знаю, дерево, нефть, газ, руду. Вот. Покупает весь полный набор сырья и материалов в условиях производства за 10 условий и вниз. И все они, как положено, аккредитуются у банка в банк-1. Других банков нет. Итак, бизнес-1, чтобы запустить производство, должен купить за 10 рублей сырье и материалы и условия производства. Он отправляется в банк и берет у него кредит под 10%. Поэтому он должен по окончании цикла вернуть в банк обратно 11 рублей. Оставить себе что-нибудь, чтобы работать у него будет единичка. И тогда получается, что он продает свой конечный продукт как промежуток как промежуток бизнес-2 за 12 рублей. Правда? 11 плюс 1, 12. 12 рублей. Бизнес-2, чтобы купить за 12 рублей то, что производит бизнес-1, управляется в банк, берет на него кредит 12 рублей, под 10% он должен вернуть 13,2, оставить себе рубль. Итого, то, что он производит для него это 14,2. Это его цена, по которой он готов продать то, что он производит в бизнес-3. В бизнес-3 идет банк, берет на него 14,2 рубля, должен вернуть умножить на 10%, 15,6, оставить себе рубль хотя бы. И получается, что на 16,6 за которую обыватели, которые купили самые торчалки и за торчать. Итого, банк выдает кредиты 10, 12, 22, 14, 2, 36, где-то я печатал. А, 36,2. Значит, да, 36,2. И заработал, соответственно, от этого 10%. Все бизнесмены независимы, все они на рынке, все, что им надо, что для производства они покупают, все, что они продают, оставляют себе деньги, на которые покупают пиво, не знаю что. Все деньги они берут в банк. Жизнь прекрасна, понятна, прозрачна, все свободны, мы к этому стремились, мы все хотели быть независимыми бизнесмами, чтобы свободно брать деньги в банке, без ограничений покупать, продавать все на рынке. Мы ни от кого не зависимы. Тут возникает заковыка, состоящая в том, что по той или иной причине эта цепочка останавливается. Например, причин может быть много, можно об этом догадаться. Например, на какое-то время спрос исчез, цепочка взорвалась, а теперь для того, чтобы ее перезапустить, там часть рабочих уволилась, или производство стало, или технология заржавеяла, или просто нет непрерывного цикла. И значит, теперь для того, чтобы производство дошло до суда, нужно много времени. Я пошел в банк, взял десяточку, а чтобы вернуть ему 11, надо, чтобы эти граждане перезапустились, и эти перезапустились. А они не работают. У них производство остановилось. Для того, чтобы все опять запустилось, требуется гораздо больше времени, банк не готов так долго ждать. Тогда он мне предлагает другие проценты, а я не могу их ему вернуть. И по той или иной причине возникает остановка. Или кратковременно на рынке исчезло какое-то сырье. Или кратковременно получался спрос. Разные причины. Запил главный бухгалтер. Тогда мы попадаем в другую ситуацию. Вот она. Все остановилось. Находится гражданин, который обозначен буквой А3, который собирает вместе А1 и А2 и говорит, ребята, у нас у всех одна проблема, мы порознь не можем с банком разобраться, банк не готов нас критовать, потому что восстановление производства будет длиться долго. У нас только одно спасение. Давайте сделаем так. Мы объединяемся к единому субъекту. Я от вашего имени двух банков. И говорю, дорогой банк, нам нужно 10 единиц. Банк говорит, да, прекрасно. Где ваша залоговая стоимость? Вот эти бизнесы, они все имели залоговую стоимость. Банк брал залоговую стоимость, почти залоговую кредит. Но теперь у нас все остановилось, они не имеют залоговую стоимость. Все это барахло, стоящее предприятие, не имеет стоимости. И банк не готов брать этот залог. Поэтому он никому ничего не дает. Когда А3 приходит банк и говорит, дорогой банк, у нас имеется замечательный проект. У нас нет залоговой стоимости, у нас имеется замечательный проект. Мы расскажем, в чем он состоит. Он состоит в том, чтобы вот здесь взять сырье и в три этапа произвести из него продукт. Конечно, просто по части сохранить. Но банк говорит, слушайте, я ваших проектах выбираться не хочу. Вроде с виду все нормально выглядит. Но поскольку это проект, залоговая стоимость нет, это очень рискованно. Поэтому я буду давать вам деньги под 25%. Ну что делать? Будем брать под 25%. Это уже не кредит. Это называется инвестиции. Банк стал инвестиционным. Это первое. Второе. А3. Отправляется в банк. Берет 10 дней. Приносит их А1. А1 производит свой продукт. Но не продает А2. У А2 нет денег. Он ему передает его бесплатно в расчете на то, что по окончании всей схемы деньги отсюда поступят сюда и сюда. А2 производит то, что надо. А3 отдает ему бесплатно. А3 производит то, что нужно было ему. Продает на рынке. Значит, возвращает часть денег в банк. Дает единичку вот этому человеку, дает единичку вот этому человеку. И оставляет себе 2,1. Я предельно упростил спорту. Что случилось? На физическом плане ничего не изменилось. Если вы будете смотреть на это глазами нормальный человек, который видит только болты, гайки, движущиеся станки рабочих, произошло ровно то же, что и было. Эти граждане взяли отсюда какие-то сырье, материалы, строительство, производство. Произвели нечто, передали сюда. Эти произвели нечто, передали сюда. Продал, взял деньги и расплодил. Что случилось для банка? Банк выдал инвестицию в 10 единиц. Вместо того, чтобы сумма кредитов была, как вы помните, 36,2. Но ему это в смысле хуже. Зато он получил 25% прибыли, а не 10. Поскольку он рисковал подсчитать. Как объяснить этот загадочный феномен? Что случилось? Почему денежные потоки стали гораздо меньше и однонаправленные? При этом в материальном плане бытия ничего не изменило. А это, коллеги, есть простейшая предпринимательская схема. Это границы проекта. Внутри проекта денежный расчет отсутствует. Они брали эти деньги во многом потому, что они платили их друг другу. Они занимались продажей и куплей. Вот здесь купля и продажа снята. Она исчезла. Вместо этого возникла система клиринга. То есть натуральные отношения централизованы по соглашению, реализуемой между участниками проекта. Деньги пересекают границы проекта. Внутри проекта они не циркулируют. Поэтому им понадобилось в три с лишним раза меньше денег брать банку, чтобы сделать то, что они сделали. Оказывается, им не нужно было такого прочего денег. Зачем? Они занимались бессмысленным делом. Они торговали друг с другом. В чем фокус? Откуда берется такой фокус? Почему, кстати, гражданин заработал в два с лишним раза больше, чем каждый из них? В два с лишним раза больше, чем он в прошлый раз заработал. А у меня там было единичка. Ответ на этот вопрос очень простой. Вы видите простейший акт перехода к тропинайской схеме. Здесь эти ребята все независимые частные собственники. Между ними рынок. Они, как положено, на рынке покупают и продают друг у друга то, что они производят и то, что потребляют. Здесь они оказались внутри фирмы по коузу. Фирма, естественно, как коуз записал, гораздо эффективнее, чем рынок. В частности, им для того, чтобы сделать то, что они сделали, потребовалось в три с лишним раза меньше денег. Ну, по понятной причине. Они же не торгуют друг у друга. Гражданин А3 выступил как предприниматель. В частности. Он встал в положение этого и этого. Он выяснил, в чем их проблема. Он узнал, как устроен их бизнес. Он посчитал за них, сколько им надо здесь, сколько здесь. Вот произвел расчет всей цепочки. Выступил ходатаем от всего проекта перед банком. Договорился с банком. Получил всю сумму. Организовал закупки. И А1 и А2 выступили просто как производственную часть процесса. Поэтому, собственно, они получили то же самое. По доброте он дал им то же самое, что если бы они были бизнесменами. Если бы их бизнес не останавливал. Могу и меньше стоять. Ну, я и хочу добавить на схемы. Здесь есть целый ряд представлений, которые просто вынесены за рамки, чтобы не обсуждать, чтобы она была предельно простая. В чем фишка? Производительная или нет эта схема? Во-первых, она производительная, потому что производство по-прежнему происходит. Оно состоялось, оно работает. Для простоты мы считаем, что производится то же самое. Но она в каком-то смысле, с точки зрения денег, эта схема в три раза более производительная. Она требует на производство того же, абсолютно того же самого конечного продукта. Она потребовала в три сочных раза меньше денег. Это очень здорово. Почему, в чем феномен? Откуда это взяло? Это связано с тем, все так просто и хорошо, что А3, вот этот субъект, он дал себе труд разобраться детально, встав в положение А2 и А1, рассмотрев их как бизнес, он понял, как они работают как бизнесы, он узнал, в чем их проблемы, он посчитал за них их издержки, он предложил им выход из положения, он каким-то образом вошел к ним в доверие, договорился с ними, преодолел разнообразные психологические другие рубежи, но самое главное объяснил им интерес. Он фактически предложил им в нерыночной ситуации, которая невозможна рыночным путем восстановить, рынок не может сам вылечить, потому что случилось там нечто. Я говорил, какие разные были варианты. Он предложил им вариант восстановить, возобновить работу. Обратите внимание, теперь они являются работающим предприятием, у них имеется, опять, приварок, который можно распадывать как прибыль. Они, как работающие в схеме предприятия, могут теперь опять пойти в банк, вернуться обратно в проклятое прошлое, сказать, мы предприятие, мы по новой хотим работать на рынке. Оно работающее предприятие, мы производим понятный продукт. Продукт находится в цепочке, поэтому у нас есть залоговая стоимость, давайте вернемся назад. Ну и он, это сравнительное прошлое, будущее, точнее, вернемся обратно в хорошую настоящую. Не хотим мы больше участвовать в этом проекте. Это первый способ. Второй способ состоит в следующем. А один приходит сюда и А2 говорят, старик, мы теперь поняли, что это проект. Ты нас возьми, пожалуйста, в проектную команду. Мы в проектной команде тоже будем с тобой разбираться. Мы будем снижать издержки. Мы постараемся сделать так, чтобы эта схема реализовалась как можно быстрее. Потому что снижение времени, повышение скорости и увеличение оборота, это, в принципе, одно и то же. Мы теперь понимаем проект. Не только ты, А3, действуешь от имени и по поручению за каждого из нас. Не только ты, А3 поступаешь с нашей и с нашей собственностью, как со своей. Мы теперь тоже готовы сознательно помогать тебе, подставляя все наши ресурсы тебе. Но если мы все трое предприниматели, тогда уж извини, пожалуйста, вот это твой дополнительный приварок, один на один. Мы будем пилить на всех троих. Мы его постараемся увеличить, мы будем делить предпринимательскую, как это сказать, прибыль, не знаю, прибыль, добавленную стоимость, трог говоря. Вот мы будем пилить добавленную стоимость, он говорит, да, хорошо, только мы сядем и посчитаем, в чем будет состоять ваш вклад, как предприниматель. И пропорционально вашему вкладу, как предпринимателей, используя современную технологию, вычисление доли каждого из нас, как команды, добавленной стоимости, мы разберемся, как будет распределяться добавленная стоимость. А пока вот она, добавленная стоимость, она выглядит. Если А3 не проезд, добавленная стоимость, а ее реинвестирует, выяснится, что отличие вот этой схемы от предыдущей не только в том, что на производство одного и того же продукта стоимость 16,6 потребовалось в 3 с лишним раза меньше денег, но и в том, что появилась на свет отсутствующая добавленная стоимость 1,1,1, которую можно реинвестировать в расширение производства. Тут очень много кайфа, самое главное. Но самое главное состоит в том, что вот этот человек, который стоял в положении бизнесмена B3, преодолел рамки этой деятельности, вышел в новое пространство. И в этом пространстве выступил как предприниматель, я уже сказал. Для этого он вынужден был поступить, должен был поступить с чужой собственностью, как со своей. Это все его собственность. И со своей собственностью, как с чужой. То есть он ее положил на алтарь. Фактически был создан субъект вот этого нового производства. В результате проекта возникает новый производство, который теперь как бизнес, как целый может выйти на рынок. Обратите внимание, у него теперь залоговая стоимость в 3 с лишним раза больше. Поэтому оно может выйти на рынок и смело брать по залоговую стоимость суммарный кредит. Он уже будет побольше там. Но я считать не хочу на 30 с чем. А то классно. Шоколадин. И дальше он может пойти размножаться, планироваться. На этой тупичной схеме можно разбираться с тем, куда девалась свобода, в чем здесь справедливость, где новый тип деятельности. Если у вас по этому поводу есть вопросы, пожалуйста. Сюда можно приземлить все эти высокие материи, которые там были. Чего здесь нет? Здесь нет инновационного предпринимателя. Здесь простейший предпринимательский акт, цепочка добавленной стоимости. Здесь нет корпоративного этажа. Корпоративный этаж возник бы, если бы выяснилось, когда вот этот человек А3 пришел договариваться, что бизнес 1 на самом деле входит в холдинг. Помните, как в Пикалево оказалось, что бизнес 1, связанный с производством глинозема из нефилинов, включен в вертикально интегрированный холдинг-дерипаст. Бизнес 2, связанный с производством цемента из шлама. Холдинг, значит, Филарита Гальча. Бизнес 3, Холдинг, Бронштейн, химический. И тогда несчастному А3 пришлось бы для того, чтобы вот это построить, бегать, договариваться с начальником туда и туда, и к своим задам. Это резко усложняет схему. Это корпоративное этаж. Инновационный этаж еще выше, мы сейчас к нему не придем. Но инновационный этаж состоит в том, что где-то там совсем наверху злой инновационный предприниматель договорился о том, что во всей стране промышленная политика меняется так, что вот в бедникам-несчастникам бизнес 1 морально устаревает технология, по которой они из сырья производят там сипульку 1. И поэтому предстоит полная замена производственной базы. Это еще одно усложнение задачи. Я вам показал простейший акт, предельный пример. Значит, вот на этом примере, наконец, видно, не философски, а очень конкретно, производительна или нет предпринимательской схемы. Да. Производится или нет добавленной стоимости. Да. Как ее посчитать? Вот так. Значит, годятся или не годятся деньги для инвестиций? Ну, деньги для инвестиций весьма несовершенны, их там, значит, гораздо меньше. Почему их меньше? Потому что внутри предпринимательской схемы не происходит денежных расчетов между учебниками и расчетами. И так далее. Все вопросы, которые обсуждали с ней корпоративные предприниматели, длинно, нудно, получают простой, тупой, однозначный, рациональный, прозрачный ответ. Получается, при этой схеме проигрывает только банк, да? Сокращение операции? Банк выигрывает в этой схеме, потому что в этой схеме, вот вернемся сюда, здесь цепочка порвалась и у этих всех людей нету, значит, залоговой стоимости. Цепочка порвалась не потому, что они злодеи, а потому, что произошел какой-то внешний кризис. Нашествие народов моря, кризис на внешних рынках, падение спроса, гражданская война. И банк теперь оказывается на мели, потому что ни у одного из этих бизнесов вообще нет залоговой стоимости, они стоят. И он ничего не может выдать. Поэтому здесь банк выигрывает тоже, во-первых, потому что он, наконец-то, не все деньги, одну треть пускает в оборот, но, во-вторых, потому что зато он выйти из этих денег получает в 2,5 раза больше прибыли. А, в-третьих, если цепочка построена, то это означает, что на одном и том же наборе бизнесов цепочек существует очень большое количество. Это вот отдельная тема. Поэтому все банки стремятся всегда стать инвестиционными, пока им не запрещают потерянным причинам. Вот, вот, Сергей Борисович, я хотел бы поддержать логику, задавший вопрос, что банк действительно теряет, но банк какой? Банк коммерческий, старая его форма погибает. Здесь право сидит товарищ и подсказывает, нарисована схема уничтожения банков. Старые коммерческие банки не нужны, их издержки транзакционные крайне велики. Очень дорого стоит обслуживание коммерческих банков. Ну, вы знаете, каждая святовка там обходится 25 долларов, деньги теряются, плати непрерывной комиссии и так далее. Поэтому они, как представители старого того уклада, который был рожден институтами обмена, должны, естественно, уйти, уступив место кому? Банку нового типа, инвестиционную банку. Вот так, собственно, и появлялись инвестиционные банки, которые сначала были вместе, но поскольку одна форма умирает, а потом рождается новая, то на заказательном уровне впервые в Америке было введено требование разграничить эти банки, не смешивать формы, поскольку осознано, что это принципиально разные формы деятельности. Я бы хотел вот это сказать, что деятельность коммерческого банка, деятельность инвестиционного банка, хотя оба называются банками, и в русско-банковской культуре пока что еще не разделено. А в Американской было разделено перед кризисом 2008 года, за пару лет пролоббировано опять, разрешите им совмещать. Но это, конечно, окончательно разделено, надеюсь, вот в этом кроется то, что это принципиально разные формы деятельности. Не в том, что это какая-то там риски, что это совмещается капитал частных инвесторов, которые там дают депозиты, а именно в том, что сама деятельность носит разную форму. И ужиться вместе они не могут. Одна может разлиться в другую, только окончательно сняв и разрушив ее. Говоря грубо, инвестиционный банк не банк, а фондовый рынок не рынок. Это строго тоже. Почему они так называются, но это вопрос исторический. Дебильный вопрос. Собственно, вот сухой остаток всех предыдущих книжек, он в этой схеме, как ни странно, что для этого надо. Каждому идиоту и так понятно. Нет, не каждому идиоту. Понятно, что мне вот как идиоту. И другим идиотам потребовалось много времени. Хотя, вот если притащить любого человека с рынка, он посмотрит и скажет, ну да, конечно, мы это все понимаем. Так оно и есть. То есть для него феноменальный уровень существует, понятийного не существует. Поэтому он просто не замечает нового мира. Он не понимает того, что это разные существа. Это разные банки, разные подходы. И революция происходит на уровне собственности. Собственность до банков включительно, она только распадалась, распадалась, специализировалась. Становилась все более частной. И предельная частность состоит в том, что отдельно возникли собственники производства товаров, отдельно торговцы, отдельно банкир. А теперь начинается обратная реинтеграция. Вот такая форма, как компании, управляющие прямыми инвестициями, они внутри себя собирают обратно. Там уже присутствуют инвесторы. Это те инвесторы, которые специально сложили свои деньги в фонд прямых инвестиций, имея в виду, что точно они знают, какая управляющая компания будет вкладывать эти деньги только в тот набор проектов, которые по согласованию с ними эта управляющая компания отобрала. Там имеется специальная управляющая компания, которая тратит деньги только из инвестиционного фонда, только на проекты, которые отобраны. И наконец-то там имеются проекты или активы, которые были отобраны этими инвесторами, этими управляющими. И там вот они все соединяются. И происходит таинство сознательного планового управления капитализацией каждого из активов, которые попали в оборот. Это все надо обсуждать более детально, более конкретно, более профессионально. Наверное, если у нас будет возможность, мы такой курс поставим вот в этом университете. А пока просто я тыкаю вам пальцем и говорю, что все, что мы обсуждали до этого, если оттуда вычесть все великие смыслы, все трансцендентное, все гуманитарное содержание, то все это приводит к одной простой истине. Произошел базовый слом старого типа деятельности. Целый ряд тенденций развернулись в обратную сторону. Это выразилось в частности в том, что участнение собственности достигло своего естественного предела. Прошло сквозь зеркало, перешло в зеркалье. И на рынке, над рынком возник новый тип субъектов, которые опираясь на него, не ломая его, ничего не нарушая, используя его так, чтобы самолет летает по воздуху. Он не отменяет воздух, он на него опирается. Возник новый тип субъектов. Инвестиционные банкиры, управляющие компанией фонда прямых инвестиций, собственник, который управляет капитализацией своих активов. Все это существа, субъекты одного типа. Мы их называем всех предпринимателями для простоты. Все они занимаются тем, что они начинают управлять отношениями собственности. Своими, естественно. Вот он, В3. Он собственник. У него были рыночные отношения с покупателями, и они для простоты сохранились. И у него были рыночные отношения с В1 и с банком. И эти рыночные отношения он снял. Заменил другими. Теперь он... Нет, здесь в данном случае он у банка покупает услугу, кредит. Платит ему за эту услугу. И оставляет ему залоговую стоимость. И здесь он, собственно, покупает. АВ2 продает. В новом типе отношений. Ничего он не покупает у А2. И ничего он не покупает у банка. Он банк предлагает проект. То есть некоторую содержать на бумагу. Схема со стрелочкой. Банк, который раньше представить себе какому-нибудь классическому банкирую, что ему принесли в месяц дологовую стоимость какую-то бумаженцу со стрелочкой. Ему кто-то рассказывает про проект. Это страшным снегом. Там просто не было такого места. И окошечек, куда можно это просунуть. И никто не будет в этом разбираться. Никого не интересует, что там роится в голове у этого рода. Все знают только, что скорее всего он разорится. А когда он разорится, надо иметь основание отобрать у него все его браку. Вот так был устроен нормальный дом. Вы хотите что-то спросить? А микрофон нужен? Видите? Только быстро, быстро. Скорейте. У нас очень мало времени. Скорейте, а венчурное предпринимательство это следующий шаг уже после инвестиционного банка? Или это какая-то разновидность? Я уже про это сказал, вы не обратили внимания. Я сказал, что есть корпоративное предпринимательство, которое сложнее. Потому что все эти ребята имеют свои холдинги. Имеется промышленное или стратегическое предпринимательство, которое связано с тем, что там еще меняют какой-то передел. То есть заменяются технологии, тепловозные, электровозы, такие рельсы, бестыковые рельсы, еще что-то. И несчастье. И из-за этого рушатся целые холдинги. И наконец имеется инновационное, в строком смысле слова, когда промышленная технология меняется не потому, что такое решение приняли промышленники на основании Газплана или чего-нибудь, а просто изобретение возникло. Которое, если мы не используем, использует классный враг или еще кто-то. Это уже выпрыгивание за третий этаж. А мы находимся на первом. Это предмет дальнейших занятий. И у нас осталось не так много, в частности, в следующую встречу здесь и для комплектации нам поможет. Вот у нас проекты трехэтажные для простоты, я вам сказал уже, экономические, политические, грубо говоря, и стратегические. Или проекты, связанные с институтами обмена. Вот здесь институт обмена, большинство распределения. И с институтами производства. Да, вот венчурное предпринимательство, это, ну, понимаете, надо его конкретизировать. Потому что под ним, как всегда, имеется в виду и то, и это, и пятое, и десятое. Но обычно, в классическом смысле слова, это маленькая фирма, которая, значит, пытается заменить в масштабах как можно более широких, некоторый один промышленный передел, но другой промышленный передел, связанный с тем, что изобрели некоторые прибамбасики. Вот. Или некий гаджет. И он, значит, позволяет теперь по-иному транспортировать, перерабатывать, хранить, обертывать, там, не знаю, замораживать, размораживать, все. Но замена гаджета, как мы и говорили в прошлые разы, приводит к тому, что надо разрушить целую воду. С укладом, с людьми, с моногородами. И тогда выясняется, что на помощь этому венчеру должны прийти могучие какие-то корпорации, которые тратят большие деньги. А они будут их тратить только, если они увидят грандиозную перспективу. То есть для них в конце должны видеться какие-то миллиарды, а лучше триллионы. Иначе никто не будет с ним возиться. Я ответил на ваш вопрос? Ну, то есть венчурный предприниматель, это такой сталкер, разведчик для институтов развития. Они выпускают вперед, и там, где прорывается, они за ним устремляются. Сам по себе он сделать ничего не может. Для того, чтобы венчурный предприниматель был, должна быть могучая система поддержки венчурного предпринимательства сверху вниз, от государственного уровня. На самом деле сейчас мысль пришла, а мог бы быть, например, венчурный банк, который вкладывается в такие проекты, допустим? Ну, если инвестиционный банк, это не банк, это просто не банк. То венчурный банк, вы не можете назвать его банком, но почему вы не называете его венчурный монастырь или венчурная баня? С таким же успехом. Наверное, да. Можно представить... Ну, их и зовут, венчурные фонды, да, пассивные венчурные фонды. То есть, если есть некий субъект, который хочет выступать как инвестор, а не как кредитор, да, он при этом еще себе усложняет жизнь и говорит, что я не просто буду как инвестор выступать, но я в особо извращенной форме буду сам себя мучить. Для этого я буду рассматривать только проекты высшего уровня сложности. Ну, просто потому, что зато на них можно безумно много заработать. Заток очень долго с большим риском. То есть, это такой мазохист. Это вот есть венчурный банк. Они такие и есть мазохисты. Ну, просто есть такие тихие, крокие мазохисты бизнес-ангелы, которые сознательно делают это, исходя из того, что почти невозможно, чтобы это что-то получил. А есть люди, которые профессионально хотят, но для этого приходится строить грандиозную машину, которая, в принципе, не может обойтись без поддержки государства. Должна выстраиваться эволюционным путем большая система, которая вырастает как минимум полстолетия, как это было в Соединенных Штатах. И все равно она должна поддерживаться на уровне всех фундаментальных институтов, очень много, включая, естественно, и резервную систему, и комиссию подвижения с ценой бумагой, и массовых регуляторах, которые может быть должны быть. Food and Drug Administration, например, может считать, что она создана для того, чтобы поддерживать венчурный проект в сфере медицины и производства продуктов питания. Можно, как справедливее считать, она создана для того, чтобы их всех угробить, сгноить, задушить, затоптать и прочее. Это обе точки зрения имеют право не существовать. Просто если она не дозгноет, кого-то не затопчет, то в результате кто-то может очень быстро разбогатеть, но отравить или заразить половину Соединенных Штатов или весь мир. Так, позвольте двинуться дальше. Можно попросить у вас другую презентацию? Мы к этому когда-нибудь вернемся. А теперь, пока мы вернемся, временно к ней корпоративное предпринимательство, от смыслов предмета. Я хотел бы показать, что внутри этой книги существует обратная тенденция, контрапункт, где мы пытались вместе со студентами вышки тогдашки двинуться от предметов смыслов. Да. Спасибо. Это называется примерно так. Тут просто одни слова я буду вам торжественно зачитывать. Вопрос нам был поставлен следующим образом. Это модель очень старая. Мы со студентами, причем студенты еще были младших курсов относительно, где-то осенью 99-го года сели и сочинили историю про предпринимателя Васю. Я в мемориальных целях не преследую говорю вам про это. Имеется единственный банкир или инвестор, который все решает сам. Аппарат для принятия решений отсутствует. Весь штат сторожево-божий совописи, где он сидит, секретарь-машинистка, телохранитель и водитель. То есть его личный персонал. Давайте встанем на точку зрения бизнесмена, который не просто не желает заниматься предпринимательством, прощаетесь. Но патологически ненавидит любой аппарат, считая его источником зол и бед, стремится строить все отношения фирмы на чистой экономической основании. То есть он не хочет фирмы. У нас в центре был упертый, злобный, последний банкир Вася, который вообще не хотел иметь фирму. Он хотел только одного. Он хотел разложить свой капитал. Семь корзин, семь, потому что его учили, что больше чем семь предметов управления человека не может быть. У него гладко разбегаются. Ну и чем больше, тем лучше, потому что семь корзин. Все. Раздать семерым банкирам, лично знакомым, которого получается, не проверил. Потом он ехал на Канары и там жить с секретарь-машинистом. Раз в году он должен получать от них то, что не посчитается от банкиров, а в остальное время отдыхать. Наша задача была бы показать, каким образом, при каких обстоятельствах, чисто эволюционно, бедный банкир Вася вынужден остановиться предпринимателем. И не просто предпринимателем, но еще и корпоративным. Для меня модельная ситуация, которая там описана, она на уровне архетипов восходит к очень старой русской сказке. Кто не читал, обязательно прочтите про молодильные яблоки. Она во многих отношениях часть такого русского канона. Напомню, кто не читал, там царь-батюшка, три сына, как положено, первый программист, второй футболист и третий предприниматель. То есть дурак, Иван. Отправляется он за молодильными яблоками, то есть, как выясняется, как всегда не у нас, а за морем. Имеет ценнейший продукт, который продляет жизнь, в принципе, до бесконечно. Это старый русский архетип, Федоровский. Насчет воскрешения предков. Великая теория философа Федорова, учителя Владимира Соловьева. Общее дело. Философия, общее дело. Иван отправляется за границу. По дороге он, естественно, совершает кучу противоправных, сомнительных и других поступков, благая которым ему удается стяжать хорошие к себе отношения у самых разных животных, рыб и птиц. Включая птицу руку. Там, я не помню, назывался она. Как она называлась-то птичка? Не помню. Ну, он на ней летел, кормя ее, собственно, мясом. Вот. Он, конечно же, находит сад с младильными яблоками. Ему не приходит в голову что-нибудь произвести, продать, купить. Он их должен, естественно, украсть. Это опять русский стереотип. Бандитским образом он должен их похитить. Он сталкивается со спецсадом, который по периметру окружен охранной сигнализацией, в виде натянутой стены. Внутри сад охраняет женский спецназ во главе с богатырской и синеглазкой. Богатыркой и синеглазкой. Значит, он на коне перепрыгивает через этот забор, не задев, естественно, копытами за него. Грузит коня. Я кратко, может быть, об этом вам рассказывал. Я рассказывал, извините, это очень важно. Повторение моего лечения. Перегруженный конь человеческим голосом. Все животные, близкие человек, которые говорят человеческим голосом, это некая трансперсональность русского архетипа, связанная с тем, что русский архетип, может быть, только он воспринимает весь мир как живой. И он разговаривает с травами животных. И конь говорит Ване человеческим голосом. Ваня, слушай, ну, если уж ты решил их красть, то, по крайней мере, знай меру. Ты, ну, третий мешок, зачем грузишь? Ты не видишь, у меня на крупе написано грузоподъем. 6 тонн. А ты что? Ну, мы же не перепрыгнем. Ваня говорит, молчи, скотина. Не до того, делать серьезно, прибыль такая. В общем, он всегда рискует. Перебираем. Конь, естественно, изо всех сил прыгает, но не может сделать ничего. Сверх инструкции задевает копытом за струну. Звучит сигнализация. Спецназ во главе с ней глазкой вскакивает и несется в погоню за Иваней. Ну, там я полностью описываю, опускаю сюжет, как они там спали, в чем они там спали, как они гнались, что там развивало, что там распахивало, что испытывали зрители. Читатели сказки. Это все там присутствует по полной программе. Можете насладиться, можете проверить. А, значит, это тоже в русском архетипе все есть. В конце концов, в чистом поле, естественно, конь, перегруженный яблоками, уступает скорости конюсенья глазки. Тем более, и Ваня, может быть, уже разобрел путешествия. Вот, оно настигает его, не сходится, и бьются там весь день до заката. Описываются там единоборства разнообразные, на мячах, на пальцах, еще на чем-то. Видимо, используя смертоносные приемы борьбы, ушу, джиу-джитсу. В конце рабочего дня, на склоне дня, и это опять русский архетип, потому что русская баба крепче русского мужика. Значит, Ваня там то ли поскользнулся, то ли устал, то ли просто сдал. Его, значит, синеглазка оказывается в позиции сверху, приставляет ему кинжал горла. И Ваня понимает, что, в общем, деваться некуда, говорит, ладно, я все понял, я предлагаю руку и сердце. Синеглазка немедленно соглашается, собственно, из-за чего есть был сыр-борг. А как его еще иначе, гад, заставишь? Они торжественно идут под венец. Вот тут бы из сказки конец, но надо еще доставить эти яблоки на родину далекую. В общем, там длинный ряд приключений других. Я их опускаю, в конце концов, надо перелететь через пропуск. Есть птица, которая готова перелететь, но требует кормить ее мясом. Ваня собирает мясо, но опять он пожалел, видимо, продал недостаточно много яблок, купил мало мяса, и когда они уже долетают, но не долетели, в последнем чайе мясо кончается, птица оборачивается, говорит, ну, ты видишь, что у меня это самое? Указать топливо, он исходит. Что ты там сидишь? Сейчас я глоб. Ваня недолго думал, начинает отрезать мясо от себя, с правой ноги, с левой ноги, потом с груди, там, не знаю, куда. Вот, долетели они, птичка оглянулась на Ваню, он видит, что он не в том виде. Ваня признается чистым. В чем было дело? Птица говорит, слушай, как вкусно было. Ну, конечно, теперь я понимаю, в чем дело. Она срыгивает обратно, все, что срезало, все прирастает. Это тоже русский архетип. То есть, на последнем этапе вы финансируете уже исключительно за счет средств своих, семьи, закладываете квартиру. Аналогично в нашей сказке был злобный Вася банкир и супервуменеджер, сторонница корпоративного предпринимательства, которые должны были в конце слиться в предусловленной гармонии, но поначалу они были абсолютно антагонистами. Она хотела только одного, за деньги Вани построить развернутую систему корпоративного принятия решений со всеми видами регламентации, с спецсредствами, с генетическим проектированием, что все же там подробно описано в лекциях. Это дело лекция 19 и 20. В предыдущей 18 лекциях подробно описывается, что такое корпоративное принятие решений. Вася ничего из этого не хотел. Какова логика этой схемы, которая в этой книге приводится? Итак, у нашего Вася есть первоначальный капитал, который заработал на спекуляциях или успешно взял у государства кредит и не вернул. И он хотел бы, чтобы эти деньги работали сами по себе, а он бы жил на Канаре. Поэтому он находит 7 знакомых банкиров, и каждому из них дает кредит часть своей суммы. В принципе, теоретическому надо было бы найти всего лишь одного, у которого максимальная норма прибыли. Но поскольку Вася слыхал, что банкирам свойственно иногда разоряться или умирать, он просто кладет все яйца не в одну корзину в семье. Вот он распределил все деньги, сам уезжает на Канаре, оставляя свои великолепные семерки, номер счета для перечисления процентов. Можно показать, как под грубым давлением различных факторов и сторон реальности Вася приходится добавлять в свой аппарат все больше людей, а самому все глубже влезают дела своей семьи банкирщины, шаг за шагом вынуждены, вовлекая их в интимный процесс принятия решений. И в результате постепенно вырастает целая пирамида взаимосвязанных форм денег. Рассмотрим крайне примитивную условную модель экономики из пяти аксиомов. У меня не было тогда времени, не было сейчас их критически обозреть, возможно, они местами противоречат друг другу или пересекаются. Конечно, вы понимаете, что любая из пяти аксиома является грубым упрощением с точки зрения эмпирической реальности. Причем с наложением каждой последующей наша модель все более вопиющим образом отклоняется от нее. Сейчас вам назову аксиом. Почему это важно? Коллеги, потому что что такое современная институциональная экономика? Она построена ровно по этой модели, только наоборот и более тухо. Имеются аксиомы неоклассики или маржинализма, которые в явном виде, так сказать, экономисты современные открыли и выписали. Из них вы, например, можете узнать, что все товары равнокачественные, однородные, что все субъекты рынка ведут себя не оппортунистическим образом, то есть не обманывают никого, что у всех участников рынка имеется полная информация, мгновенная информация и бесплатно. И вот при этих условиях и ряде других условий тогда на рынке возникают кривые спрос-предложения вся эта дребедень, которую тот, кто учил современную экономику, учил ее. И это правильная математическая теория, и она при этих ограничениях справедлива. Как построен современный институционализм? Это очень важно. Кто не знает, я вам сейчас объясню на двух пальцах. Выясню, что это такое. Современные ученые говорят, ведь эти аксиомы абсолютно не реалистичны, в том плане, что вы можете любые аксиомы принять, но ни одна из них, в общем-то, реалиям современной экономики, как, впрочем, и средневековая, не отвечает. Давайте мы начнем их отменять. Давайте мы возьмем математический аппарат неоклассической экономики. И предположим, что не все участники рынка, но некоторые, например, получают информацию не бесплатно, а платно. И поэтому у них имеется транзакционная издержка. Или давайте предположим, что все бесплатно, но некоторые не всю. Или давайте предположим, что все бесплатно, все всю, но некоторые не сразу, а запаздную. Из каждого такого предположения, а это является отменой одной из аксиом современные неоклассики. Возникает принципиально новый класс моделей, в которых эта аксиома частично или полностью отменена. Эти модели более сложные, чем модели неоклассики, но в них постепенно начинают проглядывать реальные ситуации. Понимаете, чего не хватает в этом? Это бездна. Это открытая бездна, где огромная сфера деятельности, где сотни, тысячи и уже десятки тысячи деятели, шаг за шагом пробуют на зуб идти аксиомы и начинают частным образом вводить ограничения или отмен на действие каждой из них. Из каждой из такой отмены возникает огромный класс моделей, которые после этого надо тупо соотнести с реальностью и подумать. И не описывает ли эта модель какую-то часть реальности, которая раньше отсутствовала в экономической теории. Это напоминает прямой скрининг, грубо говоря, из современной биофарм-технологии, где вы по очереди тестируете разнообразные молекулы с точки зрения, а не найдется ли там случайно в этой молекуле свойств, которые позволят из нее придумать лекарство. Мы с самого начала, изначально, в 99-м году, с студентами ВИШ использовали обратный скрининг. То есть в явном виде ввел некоторый ряд аксиомы, которые как бы у Васи некритическим образом в голове присутствуют. То есть, грубо говоря, для того, чтобы Вася реализовал свой идеал, надо было, чтобы все эти аксиомы действовали. Мы просто подумали и решили, как должна выглядеть экономика, при которой и правда не надо никаких цепочек строить, ничего предпринимать не надо, ни с кем разговаривать не надо, аналитики не нужны, ничего не нужно. Чисто экономически. Вася готов работать со своими семьями банкировыми только так. Если ты это сделаешь, Гриша, то тебе будет 15%. Понял? Вот и все. Ну, Райл Гриннин, поговорили. И мы ввели аксиомы. В явном виде все аксиомы, которые описывают тот мир, в котором Вася имел бы свое счастье. А потом мы по очереди их стали отменять. И поэтому тот путь, который начала проходить современная социальная экономика, и уже прошла там 5% этого пути за полвека, и еще будет пилять, если ей не помочь, еще там два века, мы решили проскочить его сразу. Что, в общем, нетрудно сделать, если ты понимаешь, что надо-то? Аксиома номер один. Экономика, в кавычках, состоит из трех этажей. На верхнем только банкиры, на среднем только торговцы, на нижнем только товаропроизводители. Банкиры кредитуют торговцам, но не кредитуют производители. Торговцы креализуют товаропроизводители. Если ты банкир, то банкир, торговец, торговец, есть производитель, и точка. Никакого смешения ролей нет, и отношения только так, верхний со среднего уровня, средний со среднего уровня. Это аксиома номер один. Это кастовое общество. В нем нет смешения. Не может быть субъекта, который одновременно то и другое. Современная экономика сплошь в ряду. Аксиома 2. Называется 7 и 7. Каждый банкир кредитует не более семи торговцев, которых знает лично. Все исключительно свои, все знают друг друга. А иначе как доверять? Вследствие 1. Число торговцев T меньше или равно 7 B плюс M, где B число банкиров и число торговцев не берущих кредитов. То есть могут быть еще торговцы, которые берут кредиты, еще какое число, которые не берут. Не знаю, где деньги берут. Выкапывают на стране дураков. Ну и так далее. Аксиома 3. Не пересекающих интересов. Каждый торговец берет кредит только у одного банкира, либо не берет их в офисе. Каждый производитель отдает свой товар на реализацию только одному торговцу, либо реализует его сам. Вследствие 2. Интересы банкиров не пересекаются. Интересы торговцев в сфере покупки товаров у производителей также не пересекаются. Хотя в процессе продажи этих товаров интересы пересекаться могут. Ну потом разберете зачем. Аксиома 4. Линейного роста. Прибыль банкиров прямо пропорционально вложенному капиталу. 100 рублей вложил, 105 получил. Тысячу вложил, 1050 получил. Прибыль торговцев прямо пропорционально в массе реализованных товаров. Пробал 100 ботинок, получил 1000. Пробал 1000 ботинок, получил 10 тысяч. Все. Никаких себе отклонений. Вы понимаете, что каждый этих аксиом удаляет нас все дальше от реальности, да и первое не реалистично. Аксиома 5. Последнее. Аксиома интенсивная открытка. Предложение товаров, спрос на них стабильный и неограниченный. Как, кому и куда торговцы продают товары, где, как и из чего производители их производят, в моделях вообще не рассматриваются. Это нас не интересует. У нас есть абстракции спроса и предложения. То есть все расширяется в дурную бесконечность. Стоит появиться еще одному торговцу, желающему почелночить, как тут же обнаружится производитель из кучи реализованных товаров и редких денег стражных купить. Все. Пять аксиом. Как видите, это пародия на экономику. Вот настоящей экономике здесь почти ничего не осталось. Но зато в этой и только в этой вопиющей дегенеративной модели действительно никакое регулярное принятие решений, ни индивидуальное, ни корпоративное, не требуется. Банкиру Вася почти ничего не надо делать. Он только проверяет, не померли кто из его семерки и не наехали на кого машина или чужая крыша. Ибо единственное, чего не предположено в этих аксиомах, что семеро банкиров бессмертные и не уничтожимые. Поэтому, как только один из них умер, или как только у него почему-то понизил прибыль, Вася раз в год, возвращаясь в Канар, передает соответствующую часть своего капитала в управлении новому партнеру и продолжает отдыхать. А вот таблица. Здесь, к сожалению, не так хорошо видно, но в конце концов у вас есть книжка, есть интернет, все это там выложено. Что сделано в таблице? Вот действие аксиома модели. Здесь по очереди отменяются каждая из аксиом. Вот здесь говорится, какая аксиома снята. Здесь говорится, что мы учитываем из реальности. А здесь говорится, что у нас вынуждены делать Вася. Действуют все аксиомы. Вася курит бамбук на Канарах. Снимается аксиом опять. Мы вынуждены учитывать стихийные колебания конъюнктуры рынка. Что делает Вася? У вас приезжает и говорит, ребята, вот у вас банкир такой-то. Я вот вам дал одну седьмую. А у вас в прошлом месяце некуда было ее кредитовать. За кредитом никто не приходил. А в этом месяце, наоборот, пришли в два раза больше. Давайте-ка я вам сделаю межбанковскую биржу. Вы будете каждое утро собираться и без меня торговать. Те, у кого капитал лишний, спрос упал, вы будете его перепродавать тем, у кого не хватает. Ну и аналогично тоже самое с товаропроизведением. И уехать. Так возникает межбанковская биржа и товарная биржа внутренняя. Внутри этой пирамиды и семерок. Потом мы снимаем аксиомы У4. И оказывается, что нелинейный характер роста прибыли от ложного капитала. Бедный Вася вынужден приехать, садиться с каждым из банкиров, потом с торговцами. Говорит, слушай, старик, а что это тебе в прошлом году? Вот мы столько вложили, а у тебя прибыль такая была. А в этом столько же вложили, она упала. Так говорит ему в ответ банкира номер 8. А в позапрошлом вы столько же вложили, она, наоборот, была больше. Не думая, что я что-то спел. Просто понимаете конъюнктуру рынка, какого рынка, какая конъюнктура, говорит Вася в тоске. И нанимает аналитиков. Теперь аналитики садятся, рисуют кривые, аппроксимируют их, футурологов зовут. И он теперь принимает каждый год. Вот начались решения, он должен советоваться с аналитиками. Когда он собирает аналитик, аналитики ему говорят, а вот этому вообще не давай, а вот этому давай три раза больше. Вася возмущается и говорит, почему? Вот я все сложил, что он мне советует. Получается, что я не все деньги вложить могу. Да, говорят они, конъюнктура такая. Бедный Вася начинает чесать репу и нанимает других аналитиков, чтобы они проверили этих. Итак, шаг за шагом. Возникает все более сложная машина. При которой вот на этом этаже я вынужден кратко пересказывать то, что разбирается в лекциях по корпоративу. Вася очень подробно. Снимается аксиометрий, то есть, вот едем назад. Это непересекающиеся интересы. Выясняется, что некоторые торговцы, гады, бегают между банкирами. То одного заняли, то другого, а все банкир с его деньгами. И получается, что конфликтует интересы. Тут он вынужден приехать и начать разбираться по серьезному. Вот здесь. То есть, надо садиться и выяснять, запрещать или не запрещать торговцам кредитоваться у разных банкиров. Если запрещать, запретить им вообще на сторону бегать? Или запретить им между семью банкиров и Васей бегать? Если запретить, то как контролировать? Нанимать контрольную службу? Что делать? Пришпандурить ему на задницу датчик ГЛОНАСС? ГЛОНАСС тогда еще не было. Потом все равно он денег стоит. Значит, введение системы контроля, ограничений, регламентов приводит к тому, что мы начинаем запрещать, начинаем рекомендовать. Возникает аппарат, который утверждает, аппарат, который доводит до сведения, аппарат, который модернизирует инструкции, аппарат, который контролирует исполнение. Вот, значит, за что боролись, на то и на пороле. Итак, в этой книге, в этой модели шаг за шагом подробно показано как снизу вверх, если только Вася при одном условии, он упорный человек. Он хочет постоянно, если он вложил больше капитала, чтобы было больше прибыли. Причем, он хочет, что если он вложил в два раза больше, было в два раза больше, а не в полтора. Для этого он приходится содержать на работу. На этом пути, кстати, он в какой-то момент может выяснить, что если он вложил в два раза больше, то прибыль может быть и в 10 раз больше. Зависит от того, какие отношения установить. Но он об этом и не подозревает. В генеральских схемах он ничего не знает. Додуматься до того, что все эти торговцы, производители должны перестать друг у друга покупать и продавать, он не может, потому что это табуировано. Сама мысль об этом ему ужасна и противна. У него вся идея в том, что пусть они друг с другом торгуют, а рынок заставляет их быть эффективными. Он не читал повозок. Он твердо верит в то, что это так. Поэтому сама мысль о том, что надо написать такую регламентацию, при которой они начинают рассчитываться друг с другом по яме фондов, они учреждают фонд, они складывают туда свои товары, договариваются о том, что управляющий компанией управляет. А она в голову не приходит. Для него это все невозможно, запретно, неправильно, плохо. Короче, нельзя. Нельзя. Ну, примерно как устроены мозги большинства нашего экономического блока правительства. Нельзя все это делать, потому что нельзя. Точка. Аргументы дальше не приводятся, потому что это считается, что это слушает бесполезно. Для кого? Что говорить с уродами, которые начинают репетать о том, что что-то может быть лучше рынка. А связь с тем, что вроде читали книжки, у людей отсутствует. Здесь имеется практика, там имеется теория. Они могут даже арифметически знать, что Коус был, но значит, что он там написал, за что дали премию, они не знают. Не все такие идиоты, но, к сожалению, это доминирующие идеи. Вот так работает идеология. Можно, Светович? Коллеги, пожалуйста, вопросы по этому разделу. Мы сейчас к более гуманитарной части перейдем, но тем не менее. Я вам рассказал контрапункты. Книга корпоративного предпринимательства устроена так. Мы идем сверху вниз от высоких смыслов, от русского самоопределения, от Бердяева, от Кальдера, от основания русского, от замечательных текстов Глеба Павловского и так далее. Движемся вниз, вниз, вниз. Вопрос в том, кто такой предприниматель, что такое схема, он украл или не украл, он произвел или не произвел, произвел или непроизводительное, есть там прибыль или нет, есть налоги или нет. И ответы получаются такие, что прибыли, строго говоря, нет, налоговым обложить, строго говоря, нельзя. Если государство хочет с предпринимательской схемы чего-то получать, то это без... Ну, можно, конечно, называть это налогом. Но точно так же, как можно называть банком, инвестиционный банк, в полном понимании, что это не банка, это не налог. Надо врезать в сущность. Государство, которое хочет обложить предпринимателей чем-то, кроме мата, должно содержать на разобраться их схемах. А если оно с ними разобралось, оно должно им начать помогать. Оно начинает робко как-то пытаться. Но эти попытки напоминают попытки предпринимателя Вася. Давайте поможем малому бизнесу. Давайте. Как? Давайте вложим туда страшное количество денег. Давайте. Как бы он вкладывает? А очень просто. Отдадим все эти деньги Внешэкономбанк. Внешэкономбанк говорит, что я с ним буду делать? Я один, а их много. Их там сотни тысяч. Давайте мы создадим какой-то другой банк. И, Саша, как называется этот банк? Внешэкономбанк сложил деньги за малого компания. Какой-то российский банк, короче. Туда вложили страшные бабки. Он создал сети полномочных банков. Эти банки, значит, сидят внизу. Они банки, они дают кредиты. Тут сверху им говорят, вот тут куча бабла, раздайте малому бизнесу. Как раздать? А у них этого самого. Залоговой стоимости нет. Нет, вы раздайте. А вы им под проект давайте. Как под проект? Ну, вы их рассмотрите в проект. Ну, банки начинают считать серебро, все украсть вроде нельзя, неудобно. Рассматривать проекты, а кто будет их рассматривать? А как? Да у них нет такой инстанции, у них нет такого совета. Давайте создадим какой-нибудь общественный совет, они будут рассматривать. Ну, они как рассматривают? Пришел предприниматель, давайте проверим партии, нельзя партии. Национальность тоже нельзя, нельзя отменить. Давайте рассмотрим, что не будет. Термия сидел, не сидел. Хорошо. Проверять будем или нет? Нет. Проверять нет возможности. Сам пусть напишет в анкете, что не сидел. В случае чего ущучит. Написали, прочтем проект, булочную создать хочется, хорошее дело. Бордель, нет, нет, не будем. Булочную будем. Утвердили, дали денег. Потом он, конечно же, куда-то исчез и деньги не вернул. Ну, в принципе, обычно времени не хватает, да и деньги небольшие. Чего? Дали ему там 60 тысяч рублей. Кто будет правее, что он там делает? То есть, оно поступает даже хуже, чем Вася. Вася, по крайней мере, требовал, чтобы он получал ровно столько, сколько он сам зарабатывал. А с Ермон Кюрсом не требуется. Просто мы раздали деньги, считается, что предприниматели как-то там... А когда их начинают шмонать, куда деньги дели с Волочей? Говорят, а вы знаете, у нас там пожарные пришли, у нас там санэпидстанция. Да, говорит, сейчас действительно отменить пожарные. Так все разгорит, черт, на мой день. Закрыть санэпидстанцию. Потравятся все, и что будем делать? Они не знаем, что делать. Все это круто с водой. Когда Владимир Владимирович Давыдов в Саратове меня пригласил в гости, я к нему пошел на фирму Папа Джон, который по франшизе делал пиццу, по американской франшизе. И я опять стал спрашивать, как там пожарные инспекции. Он говорит, вы знаете, когда приезжают проверяющие со стороны Папа Джона, то вот эти проверяющие так проверяют, что после этой проверки мы просто не замечаем существование всего нашего репрессивного аппарата, включая всех пожарных, налоговых инспекторов, милиционеров. Вот это настоящая проверка оттуда. Потому что за ними стоит Food and Drug, и за ними стоит Goodwill, и Brent, и все. И они поэтому там, ну просто страшно, когда он начал мне объяснять, как они проверяют, что за этим стоит, и какие виды бактерии возникают, если там доска была не специального пластика, разделочная, деревянная. И поэтому сама идея разделывать очно-деревянные доски сразу немедленно на увольнении, закрытие, штраф, тюрьма, конец, разорение. Вот поэтому государство с предпринимателей взять ничего не может. И помогать они не пытаются. Поскольку их деятельность, как бы, она не существует. Вот все, что мы здесь обсуждали, оно в понятийной сфере не имеет статуса. Фондовый рынок – это рынок. Там не торгуют ценную бумагу. Какая разница с товарным рынком? Да никакой разницы с товарным рынком. Какая разница? Теоретически можно такую биржу придумать. Наверное, были такие биржи, я не знаю. Где на одно время все это совмещало. То, что в одном случае человек покупает товары в конечном счете, или право купить товар, а в другом случае он покупает долю собственности, это как бы считается одной и той же. Но я с трудом могу себе представить человека, который считает, что это одно и то же, он просто про это не думает. Если мы объяснили, что он считает одним и тем же, санитары просто должны вместо того, чтобы за ним из сумасшедшего дома прибежать, бросить носилки и в ужасе удалиться. Это уже не лечится. Но тем не менее это так. Поэтому все, что мы здесь обсуждали, оно вот такого по большому счету в обществе статуса не имеет. Как же быть? А как? А вот на Западе есть эволюционная система, которая через кучу умолчаний и разнообразных пустых мест обложила все эти загадочные пустые места, которые внутри по-прежнему статуса не имеют. Оно вовне обложило их разнообразными хитрыми формами инновационного, венчурного, такого-сякого финансирования, где в центре всегда имеется субъект, который интуитивно вот что-то такое по этому поводу понимал. Он учился этому долгие годы, лет 9, он сам имел опыт. И этих людей там много. Просто потому, что эти люди там эволюционно возникают в массовом количестве, в огромной стране, за большие деньги 50 лет. Все равно их очень мало. Их очень много. Для того, чтобы теперь, для того, чтобы мы могли запустить предпринимательский уклад, нам предлагается обзавестись своими институтами и людьми. Значит, нам надо в лучшем случае опять лет как минимум 50 такого, а поскольку мы маленькая страна, уже 100 лет эволюционного развития, где каким-то чудом на ощупь не называют слов «да и нет, не говорить». Да, да, со всеми этими делами вырастить этих самых вот нацев, алхимиков, которые там по 9-10 лет на ощупь интуитивно ощущают определенный узкий класс инновационного предпринимательства и как-то ему помогают на своем птичьем языке, при этом между собой эти люди договориться по большому счету не могут. Или очень трудно по границе. Вот это вот, я вам рассказывал, как эволюционно все это развивается. КПД эволюционного развития чудовищно мало. Это сотые тысячи доли процентов. Это разбитые судьбы, разоренные корпорации, рухнувшие в отрасли, потерянные деньги. Оно возникнет, и там оно есть. У нас нет никакого. Поэтому либо мы построим рациональное, понятное, прозрачное, тупое, значит, вот такое управление предпринимательскими проектами, которое называют проектом правильным словом то, что там находят, открытым. Либо, значит, мы должны молить Бога о том, чтобы нам не спасли откуда-то еще полвека. Все остальные встали на цыпочки, окружили нас какие-то занавесочками, и сказали, так, суда не шоу, МВФ ни в коем случае, в мировой банк не заходите, инвесторов не пускать, они там эволюционно развиваются, создали тишину, только куда плюшки кидаете, и если начнут стрелять, езжайте разнимать. Как разнимать? Вы знаете, как разнимают в Ливии, да? Если внутри у нас образуются две партии поводопредпринимательства, нас Евросоюз начнет бомбить. Но не бомбить будут только в теме стальгии, люди дерутся. Вот началась стрельба, туда эти бомбардировщики бомбит. А все, не стрелять. Это вот такой способ, гуманная операция называется. Наш курс может быть кое-где, кое в чем, но может быть на полшага или на шаг опережает реальность, но мы везде можем уже показать ближайшие к нам проекты, в практике, в теории, задача которого создать у нас понятный, прозрачный и тупой уклад, где предприниматель будет понимать, как он предпринимает, все остальные будут знать, как это делать, это можно научиться за полгода, всем ясно, откуда берутся деньги, как добавленная стоимость добавляется, все участники понимают свою роль, и все дела. Я уже говорил о том, что никуда не деваются и национность, креативность и трансперсональность, они находятся там же, где и были, только они другие. Они постепенно передвигаются на более высокие этажи. По этому поводу мне хотелось вам предложить в качестве задания последним. Сразу две книжки, потому что вот эта книжка промежуточная, переходная, я про нее просто скажу, что в ней имеет смысл прочесть, это менее четверти содержания. Она самая такая добрая, самая легкая для чтения, самая гуманитарная, и если у вас будет возможность, именно вот эту книжку скачайте, где-нибудь в свободное от работы время полистайте. В ней многие тексты перепечатаны из предыдущих книг. Она разделена на простенькие главки, которые называются «Мир, власть, идея, предприниматель, кадры, собственность, государство, общество, Россия». Она называется «Россия, собственность, идея». И вышла она на свет в 2004 году. Как и все наши книжки, они выложены на множестве сайтов в интернете. Если нашли платный сайт, не верьте, она у нас выложена бесплатно, это кто-то и пользуется тем, что чайники. Если нашли сайт, где чтобы войти, надо пройти, продраться через какую-нибудь порноху, не глядите, не тратьте ваше драгоценное время, не вводите пароли в поля, зайдите на УК-1. Там все выложено тупо в разделе «Публикации». Все скачивается в дружном формате, без всяких условий, без паролей, без всего. Без денег. Внимание, помните себе, что имеет смысл прощать, потому что имеет прямое отношение к вашей карьере. Раздел «Мир» можете не читать, первый. Раздел «Власть» можете не читать, потому что есть такая развратная статья, называется «Институт всеобщего голосования Сталахайка», где объясняют, что общество построено на всеобщем голосовании по всем серьезным вопросам самоубийственным. Но вот сейчас это уже вроде некоторые начинают говорить, тогда нельзя было в приличном обществе это сказать. Приходят, потому что там все граждане по достижению определенного образа дружно голосуют. По всем вопросам. Все, ребята, уносите ноги. Как можно быстрее. Пока не поздно оттуда. Там будет очень плохо, очень скоро. Значит, это раздел «Не читаем». Раздел «Идея» можно не читать. Если хотите развлечься, здесь имеется текст «Идиотизм как профессия и призвание», но он был в предыдущей книжке. Внимание, четвертый раздел называется «Предприниматель». В нем находится текст «Пять разговоров об одном предпринимателе», где обсуждается предпринимательство на примере книги «Банкир». Ее рекомендую, эту статью читать многократно, внимательно, не потому что там я что-то умное сказал, а потому что там другие люди умные сказали. И студенты это обсуждали. Это очень концентрированный текст, который позволяет на конкретных примерах в интересной форме сразу кучу всего понять. Он наиболее легким способом, через интуицию, через образы, доносит максимум содержания, не заставляя мучиться, пялиться в таблице, аксиомы, считать. Раздел «Кадры». Последний тех 7 заветных принципов, есть более модерновый его вариант, он называется «Новый корпоративный университет» и является кратким описанием нашего проекта. Он существует в интернете, но там вот это все было изложено в более ранней версии. То есть там изложена краткая идеология того, что мы вместе с вами пытаемся сделать с Колково, с кадрами. Но в принципе, если вы читали более позднюю версию, можно опустить раздел «Кадры». Раздел «Собственность». Здесь есть очень два важных текста. Первый, совсем коротенький, называется «Призрак будет по Европе институционализма». Там буквально три страницы, надо прочесть его, из него вы узнаете, что такое современный институционализм, институциональная экономика. Это тот раздел науки, за который последние 10 лет почти все главные Нобелевские премии даются. Я кратко об этом говорил. Там приводятся прямые цитаты из ряда классиков книг, которые были переведены у нас 10-20 лет назад. Грубо говоря, если вы хотите потратить только 4 минуты, но узнать что-то важное по поводу институционального подхода, это вот текст. И, наконец, здесь имеется очень важный текст, называется «Месту встречи изменить нельзя». Не «Месту об именитом падеже», а «Месту дательный падеж». «Месту встречи изменить нельзя». Это самый первый текст, где впервые предпринимаются попытки свести вместе три концепта – предприниматель, собственность и Россия. Имеется у него вообще большой буквы. Вот здесь сейчас что происходит. Раздел «Государство». Здесь имеется два важных текста. Я предлагаю вам их прочесть. Первый, единственный, негативный. Я никогда не предлагаю вам читать негативный текст. Здесь обсуждается некий доминирующий концепт, и аккуратно разбирается на части. Принято считать, что правовое государство – это очень здорово. Правовое государство – это то, где доминирует, имеется верховенство закона, где государство не вмешивается в деятельность хозяйственных субъектов, они себе занимаются бизнесом. Бизнесы ограничены законами, они охраняются законами, законы построены так, чтобы бизнес развивался лучше. Государство не лезет в деятельность хозяйственных субъектов и следит за правильностью закона. Там вот аккуратненько разбирается вот эта штука и показывает, что она является бредом от начала до конца, и чистой идеологии, которая при первом столкновении с реальностью начинает сыпаться и расползаться, как гниль, такая труха. Это очень важно понять, не потому что мы хотим кого-то обидеть, потому что эта гниль до сих пор еще в мозгах не прочистилась. Реальность уже давно из-под нее ушла, навек вперед. А эта труха все еще загаживает общественное сознание и мешает людям понимать элементарные вещи. Надо с этим разобраться. Поэтому в первый и последний раз в виде исключения прошу вас прочесть негативный текст. Он называется догмат правового государства, двоеточие, верую ибо нелепо. Верую ибо нелепо, вы знаете, эта фраза приписывается, там, Тертулиан. А, верую ибо слеп здесь называется. Верую ибо слеп. Догмат правового государства, верую ибо слеп. И второй очень важный текст, наоборот, позитивный, это записка, которая писалась конкретно для президента и правительства Чувашии много лет назад, она называется государственные стандарты управления собственностью. Где говорится, что есть целый ряд классических понятий государства, где государство ночной сторож, или государство сборщик подати, или государство орудия в руках олигархии. И есть современные понятия государства. И государство является предпринимателем. Оно может быть простым предпринимателем, может быть корпоративным предпринимателем, может быть инновационным предпринимателем. Так или иначе, оно часть того, что оно изымает, например, даже в форме налога, расходует не на раздачу бедным, все равно надо что-то раздавать, не на сверхприбыль богатых, не на вооружение, не еще на что-то, а оно реинвестирует это в условия, которые облегчают деятельность предпринимателей. Там это текст не идеологический, не политический, не научный, а такой административный, в стиле понеже, ибо это была записка в правительство субъекта федерации. В ней примерно можно увидеть, как примерно такая деятельность могла бы строиться, ежели бы субъект федерации оказался в состоянии понять. Он оказался в состоянии понять, но он там пересобачивался, премьер с президентом, и премьер, который взял на себя миссию реализации этой программы, был вынужден оттуда съехать. Это жизнь. Раздел общества, предпоследний. В нем имеется два очень важных текста. Формально они были связаны с концептом гражданского общества, но это частности, не обращайте внимания. Первое называется гражданские тезисы, второе называется русская реконкиста. Я позволю себе просто даже зацитировать кусочки из текста русской реконкиста, он очень короткий. Он занимает всего-навсего шесть страничек. Я думаю, что сейчас его актуальность резко возрастет. Русская реконкиста начинается с разделчика на страничку под названием «Возвращение блудного государства». Здесь говорится. Минова пятилетка перестроечного распада, миновала десятилетия демократической приватизации, когда не было ни государства, ни гражданского общества. Теперь поздно болтать. Государство неотвратимо возвращается в общество. Государство неотвратимо возвращается в общество. И тут говорит, что речь идет о 2001 году, 10 лет назад. Главный восстановительный кредит, который получила страна, вовсе не от МВФ, это кредит общенародного доверия, выданный гражданину Путину ВВ на восстановление государства. И дальше говорит, что эта команда, которая пришла, получив этот кредит, поспешила его инвестировать в одну из трех зон, всего зон 3. Это называется зона прямого государственного влияния. А именно, силовые ведомства, раз, политические институты, два, сфера хозяйственной деятельности, три. И все это назовем для простоты, систему общественных функций, назовем группой А. Вот, пришла новая команда, может быть придет новая команда, будет там Путин ВВ, не будет Путин ВВ. Он наверняка попытается сделать то же самое, то есть свой кредит в любых знаках, инвестируя в зону прямого государственного влияния, то есть силовые ведомства, политические институты и сферу хозяйственной деятельности. А дальше пишется еще два абзаца, коротких я их прочту. Но контрнаступление Кремля захлебывается без кадрового резерва. В тылу у него, в руханном месте группы Б, это система социализации новых поколений, в скобочках образования и обучения и воспитания, которые готовятся для взрослой деятельности в группе А. Это мы с вами, это вы, коллеги. И реабилитации тех, кто временно либо окончательно выводится из нее в тыл. Медицина, социальная работа, пенсионное обучение и т.п. То есть это дети, включая теми, кто уже учится в институтах, и это старики и больные, которые в сторону кладбища двигаются. Это группа Б. И наступление Кремля захлебывается без кадрового резерва. Потому что на месте системы образования находится то, что вы знаете. Оно находится там и по сей день. И я бы сказал, что за эти 10 лет, ну я оптимист, лучше не стало, я бы сказал так. Самое мягкое, что можно сказать, предельный оптимизм, розовый, лучше не стал. И там, и там. А болезни социальной сферы в свою очередь коренятся в развале группы С. С. В стране подорвано воспроизводство идентичности. Не функционирует институтный механизм общественного сознания. Призваны формировать волю к совместному действию, веру в его оправданность и рациональное знание общества о мире и о себе. Поэтому, поскольку мы были вынуждены здесь цепляться за проблематику группы С, потому что, если группы С нет, сразу же исчезает, во-первых, предмет для группы Б. Чему учить народ, зачем и как. Во-вторых, в общем, и на спаде тоже. Зачем лечить этих людей? Пусть они помогут как можно быстрее, чтобы не глядеть, что будет. Что на будущий год станет? Вот уже там 5 лет подряд первые лица по очереди строго говорят. Я только что узнал, что мое строжайшее указание в прошлом году, что все ветераны Великой Отечественной войны, которых тем временем осталось в 2 раза меньше, должны получить жилье, опять не выполнено. Эти злые чиновники опять гады. У нас осталось их столько-то. Вот я клянусь вам, что к концу этого года все ветераны войны получат жилье. Проходит год, и опять выясняются, что эти гады чиновники. Ну, по большому счету, а почему? Ради чего общество должно тратиться на то, чтобы снабдить жильем тех, кто вот-вот и так сам помрет, если до сих пор оно не смогло снабжить жильем молодых специалистов, врачей, вчителей, сирот и так далее, тех, которые на подъеме. И, в принципе, принимается каждый раз рациональное решение. Если имеется одна, в скобках, одна квартира, и имеется один, в скобках, один бездомный молодой специалист, и один, в скобках, один бездомный ветеран, то дается молодому специалисту. Я не готов, как бы, обсуждать этот выбор, но в этом есть резон, согласитесь, да, в определенном типе. Ну, с другой стороны, можно посмотреть и понять, что с ним будет, когда он доживет до пенсии, и подумать, нельзя ли как-нибудь свалить туда, где и тому дают, и тому дают. А то как-то, да. Русская реконкиста посвящена этой теме. То есть, вот государство попало в ситуацию, когда оно получило очередной кредит доверия, и перед ним три группы. Группа А – силовики, хозяйственники, политики. Группа Б – молодежь и старики, то есть образование, медицинное, социальное обеспечение. И группа С – где надо смыслом заниматься. Но группу С сразу забили. Это все там было уже, это идеология. Давайте, это не наше дело. Пусть кто хочет, кто-то занимается. Давайте мы быстренько займемся группой А, А, а если деньги какие-то останутся, будем подкидывать группу Б. А группа Б, глядя на группу С, сваливает отсюда. Поэтому, как только человек хоть что-нибудь получил, он быстренько отряхнулся, перевел то, что он сделал на английский язык, послал куда надо, получил грантик, и тихо-тихо стал бочком отползать. Ну, я утрирую, но картина примерно такая. Вменяемое государство должно действовать от имени общества. Вменяемое общество, естественно, должно схватиться за голову по поводу Б и С. Мы пока еще не дожили до этого счастья. Поэтому мы тут с вами, находясь в группе Б, обсуждаем проблематику С. Но вообще говоря, наша задача с тем, чтобы вы знали, чего делать в группе А. Поэтому к этому мы сейчас и перейдем. Последний раздел России. Можете не читать. Там есть много развлекательных текстов, но, в общем, свободно отработает время. Главное задание, это дополнительная книжка, это развлечение. Я в нем выделил узкий круг текстов. Эта книга, которая вышла двумя годами позже, она посвящена одному и только одному понятию. Понятию капитализации и одному и только одному тезису на уровне здравого смысла. Она называется «Россия суверенная», просто извините за это название, она называлась у меня «Россия собственная». А под заголовок у нее «Как заработать вместе со страной». Вся эта книжка от начала до конца посвящена одному базовому понятию, которое вам предстоит воспринять как главное. Простейшей мерой эффективности предпринимательского проекта, в том числе и инновационного, и конечной в том мире, где мы живем, является рост капитализации. Капитализация – я. Вы должны что-то, не являющееся капиталом, в ходе проекта превратить в являющийся капиталом и стать капиталистом, то есть получить долю в этом капитале. Не работала баня, как я вам говорил, в результате вашего проекта баня должна заработать, а вы должны получить долю хотя бы миноритарную среди собственников активов на эту баню. Поэтому, если вы изобрели какой-нибудь там джойстик, с помощью которого можно наливать горячую воду в шайку, не ошпариваясь, вот, пожалуйста, за ним. Или там какой-нибудь веник, который вроде с виду как настоящий, пахнет как положено, но листья с него слетают не после трех циклов, а после четырех, вот, пожалуйста, ваша инновация. Вы должны... Книга начинается с очень серьезного текста по содержанию, и очень смешного по форме, о котором я вам уже говорил, «Новая Антарктида», где указывается на то печальное обстоятельство, что главным капиталом нашей страны является ее огромная территория, а уровень капитализации в ней в среднем пять раз ниже, чем в среднем по миру. И поэтому это прямая, актуальная угроза национальной безопасности суверенитету, и там рассматривается с помощью студенческого мозгового шторма, который мы проводили, девять смешных и не очень смешных по результатам, смешных по форме способов, каким у нас могут эту территорию отнять. Потом ставится задача понять, почему же у нас вот эта самая капитализация верх низкая. В принципе, понимаете, есть банально рыночное понимание слова «капитализация». Это когда вы произвели IPO в вашей фирме, и у вас возникла рыночная цена одной акции, вы умножаете рыночную цену одной акции на число акций, находящейся в обороте, и вы получаете, так сказать, и умножаете еще, если у вас имеются части, не находящиеся в обороте. Мысленно делаете операции, что они капитализированы могут быть точно так же, как и это, хотя это уже неверно, и получаете расчетную цифру, которая базируется на оценке рынком той части акций, которую вы вывели через IPO в открытую продажу. Это такая расчетная единица. Сколько стоит ваш рынок? Предположим, вы его весь продаете. Считаю, что таким образом вы посчитали, почем его у вас купят. Я не буду обсуждать, насколько это верное предположение, это расчетная единица. Что такое капитализация на русском языке? И в полном смысле слова. То же самое, что индустриализация. Вот есть страна, в которой нет индустрии. Она не индустриальна. Потом с ней производятся некоторые содержательные действия с пониманием ее смыслов, с любовью, с учетом того, с его пятого, десятого, с угрозами, с борьбой, политикой. И она превращается в индустриальную державу. И она стала индустриальной. То же самое с капитализацией. Вот имеется страна, в которой имеются богатства, лесов, полей, рек, недр людей, но они не являются капиталом. То есть они ничего не стоят и не производят расширенно добавленную стоимость. Вы должны с помощью знаний, веры, воли, с любовью к этой стране, со многими опасностями, с риском для жизни и карьеры, сделать с ней что-то, с ней или с частью, с регионом, с отраслью, что она будет иметь стоимость, по возможности, высокую, и она будет приносить добавленную стоимость. То есть просто работать как капитал. Это и есть капитализация. Это содержательное действие, в результате которой возникает и расчетная капитализация. Раньше она была равна нулю или была отрицательна. Потому что если вы хотите, чтобы этот заповедник сохранялся как таковой, вы, пожалуйста, в него вкладывайте. Кормите зубров бесплатно. То есть капитализация в большей части нашей страны отрицательна. Либо мы ее бросаем, она засоряется, разворовывается и уходит, либо мы предпринимаем усилия, для этого мы должны торговать нефтью, приносить свои деньги и тратить, тратить, тратить. Поэтому у нас большая часть страны имеет новую капитализацию, значительная часть страны имеет отрицательную капитализацию. И некоторые особо выделенные, там где нефть, уголь и прочее, имеют положительную капитализацию. Книга, о которой я говорю, посвящена идеологии, практике, но главным образом технологии и капитализации, где объясняется, как это устроено. В этой книге вы найдете протоколы проектных сессий, где мы на конкретном материале, работая с конкретными предприятиями, разбираясь с их проектами, объясняем им, где у них там капитализация, где к ней приделана ручка, и там уже вводится представление о том, что имеется помимо капитализации еще 8 параметров. Каждый из них связан с институтом. Институт капитализации, это капитал, как нетрудно понимать. Каждый институт имеет свою меру производительности, и то, что вы должны капитализаться, первый шаг к повышению производительности страны, в том числе и труда. Но производительность труда – это весьма частная, маленькая часть производительности страны, ее ресурсов человеческих и территориальных. вся она построена как от абстрактного конкретному конкретные технологии в ней значит вводятся детализируются описываются и наконец объясняются каким образом эти технологии могут применяться специально к регионам специальных отраслям специально к высоким нижним среднем уровне проектов что делать с той собственности которая находится в теневой собственностью жуликов что делать с той которая уже озарилась развалилась и так далее и тому подобное значит поэтому это самый важный из текстов который мы сталкиваюсь до сих пор самый конкретный самый близкий к нуждам нашей совместной работы но он не мог быть вам предложен до того как мы вот не обсудили и не прошли все эти этапы кончается эта книга последним разделом который большей частью состоит из записок готовившихся для регионов и для отраслей чаще всего это саратовская область но не только чаще всего это энергетика и конкретно русгидро но не только где шаг за шагом вводится реалии вот отменяются аксиомы и вводится все новые реалии нашей страны самый последний разделе описывается проект участниками которого вы невольно а теперь уже и вольно стали где рассказывается как сначала в теории потом в практике большая группа людей в разных проектах много лет решают задачу капитализации собственности страны превращение собственности производительную силу книга после коммунизма начинается с идеи маркса о превращении науки в производительную силу книги после коммунизма коллеги я понимаю как он трудно но значит чем ближе к концу как не печально тем слабее вас восприятие но тем важнее содержание поэтому постараюсь выходит хотя об отдельной формировке в начале нашего проекта была поставлена задача превращение собственности в производительную силу в конце нашего проекта разработана технология которая разделила собственность на конкретные институты каждому институту сопоставила меру производительности этого института и описывает деятельность предпринимателя как человека который видит свою собственность как совокупность отношений с собственниками это совокупность отношений слои слои цена 6 9 качественно различных слоев отношений по поводу каждого из них имеется технология работы с ним снижение издержек повышение производительности вот и все только и всего близко концу этой книги ставится детский сакраментальный дебильный вопрос вот так же как сегодня дебильно я пытался на примере объяснить чем отличается предприниматель от бизнесмена и мы убедились что в принципе всем что между ними вообще нет ничего общего что только человек который видит только материальное типа динозавра существо которое не видит никаких отношений людей субъектов понять информации просто тупо видит станки где крутится значит самые суппорт по моду не суппорт крутится во что зажатый это резец не дорога маточная гайка там да да вот только он не понимает разницы так вот там же еще были дебильный вопрос слушайте а откуда вообще берет стоит самая добавленная стоимость производительность как человек вот ну вот в каком проекте плюс каком минус как новую собственность произвести и там дается ответ на уровень физики для специальных студентов мвту мифи миссиса значит и кого забыл вести забыл он хорошо фредизм товарищи из мгу и значит и вышки мог даже не понять ответа ответ такой как ни странно только синтетическая деятельность производить деятельность произведения производительные там приводит первый простейший пример там два граничных самый простой состоит том что хотите разделить воду на кислород и водород будьте добры предложить затратить кучу энергии на электролиз например хотите из кислорода водорода получить воду вы получите и плюс еще энергии если так сказать не подумайте то взрыв будет а если подумайте будет топливный элемент и за счет этого соединения вы будете получать воду да еще и энергию замечательный двигатель который выделяет в качестве выхлопа воду и кучу энергии поставить только два бака абсолютно то же самое происходит в экономике хотите добавленную стоимость будьте добра цепочка добавленной стоимость помните вот эту сам презентацию номер один где вы берете кучу частных собственностей и начинаете работать с ними как с общей хотите наоборот берете народное хозяйство которое капитализация была ну где-то там 0 5 это американская отнесенные к единице так сказать примерно не буду сейчас путать территорию с людьми сопоставимо очень просто и перейти на куски и она тоже проваливается по разным расчетам в до полутора тысяч раз как берете автомобиль и берете пилу дружбу пилите его на кубики по дециметру и раздаете всем вы думаете и кубик у каждого будет стоить столько сколько автомобиль делить на количество кубиков нет конечно по понятным причинам дезинтеграция под любым предлогом разрушительно оправдать на только одно то есть замысел только тогда оправдываем когда возникает такая идея советского варианта сборка собственности неэффективно на ряде этажей например она была достаточно сильно эффективно на этаже промышленности очень среднеэффективно на уровне корпоративном и абсолютно неэффективно на уровне цепочек значит экономических реформы наши имели бы смысл если бы это была пересборка мы сознательно производим частичную разборку хозяйственного организма с полным пониманием что капитализация рухнет заранее зная какую пересборку мы хотим заранее имея полный план и понимая когда капитализация пойдет вниз где она остановится что делать когда она будет на минусе как за счет чего подниматься и когда мы начнем отбивать это все то есть нормальный проект где он сначала затратен где мы понимаем откуда забрались затраты где мы будем кредитоваться на западе за счет чего что мы теряем и что мы получаем любой предпринимательский проект в принципе это пересборка там может понадобиться приватизация может нас разделение да конечно только в суциальной ситуации вы сразу начинает синтезировать и тем не менее фундаментальный закон таков и я там объясняю на примерах льда и наконец отвечаю на один коварный пример разберите по книжке сами когда ко мне приходит говорят так извините мы согласны конечно термоядерный синтез это синтез но атомно это бомба отделение ядер ядра и все-таки деление разделение объяснить там чем дело я там спросил юрий санч полез в энциклопедию сколько он мефис более грамотный и в общем объяснил почему там тоже синтез если кто интересуется загляните там все это описано итак деятельность предпринимателя любого по определению если вы хотите получить конечный результат должна на баблометре показать что стрелка пошла и показывают что капитализация выросла вы если не чистый благотворитель должны в этой капитализации понятным образом получить свою долю а для этого вам придется объяснить всем участникам как за счет чего это делаете и договориться заранее иначе вам не дадут но при этом вы должны понимать что ваша деятельность синтетическое если вы думаете что вы хотите стать по итогам частным собственником но вы наверное можете вы можете на проекте заработать потом торжественно оттуда выйти все будут критик крутить пальцем кричать сумасшедший вы будете нарушать договоренности вы будете рушить с вами же созданный проект но может быть в летать и вы можете получить 1060 рены которые купить булочную где-нибудь в городе алопайске вполне возможно и после этого по полной программе насладиться общением с упомянутыми сан эпид пожарными и так далее но вообще предприниматель существовало которое занимается синтезом любая интонация любая инновация которая потенциально саде начинается с гаджета перчаточка которая помогает водитель если он надел не заснуть с рулем потому что как только он засыпает она по неуловимому характеристикам ладони то стало чуть теплее немедленно начинает вы пищать колоть его щекотать подбрасывать на сиденье там и прочее прочее и мигать фарм всем окружающим это замечательное изобретение существует люди пытаются получить финансирование вроде какие-то венчуры же подтягиваются но сделать так чтобы это был госстандарт они пока не могут и даже не пытаются даже не понимают надо чтобы всякий водитель был обязан приобрести устройство такого класса и без этого не выдавали права и он не мог пойти техосмотр и более того если вы остановили он без перчатки а это же неудобно вы понимаете жарко в ней у него должны там как минимум там штраф максимум убирать право покуда это не достигнуто ничего из этого проекта не выйдет или он будет очень маргинальным нишевым то есть какие-то чудаки которые задвинулись на безопасности и при этом у них не потеют ладошки и при этом только зимой будут перчатку покупать вы будете загнивать на уровне так сказать выживаемость такая инновация вам не нужно очень кратко то что я расскажу а еще раз книга называется россия суверенная как заработать вместе со страной мораль заработать по-настоящему можно только вместе со страной если вы пытаетесь у страны чего-то отпилить а но страна или книга нет и сашка сожалению только в два раза у нее шрифт другой да но ничем не могу помочь нет вы на ваше усмотрение можете точно так же если вы мне хотите чтобы я вам сказал что читаю что не читают хотите хотели потратить на пять минут дать я вам сейчас скажу дать книжку я постараюсь быстро я не все тексты помню коллеги нас на собеседнике совершенно не интересует освоение вами какого-то не было материала может вообще ничего не читать если мы видим что человек интуитивно или как-то понимает как делается инновационный проект мы вас потащим туда даже если вы на занятия не ходили и у вас там там и даже если кто-то из вас лично дал глаз кому-то известный президент фонда сколка сначала пройдите собеседование раздел 1 из российских проблем некапитализированного богатства если вы как-то можете по диагонали читать только четвертый раздел управление собственности русский стандарт управление собственности русский стандарт читают только четвертую главу вторая часть книги хозяин тундра да тяжелая задача я вам сочувствую нет не не веришь меня быть время на это я уже не трачу вторую часть попытайтесь опустить полностью но в крайнем случае почти последний раздел как делать кто способен новые русские вопросы капитализация страны это очень короткий текст из питерского журнала новое экономическое обозрение третья и последняя часть стратегии непрямых инвестиций коллеги пожалуйста стратегии непрямых инвестиций постарайтесь прочесть пол но можете читать быстро если вы на это способны пожалуйста вопросы вопросы дополнения любого характера но по материалу который предстоит преодолеть по прошедшему по предстоящему любого характера в свободной форме иначе я сейчас начну рассказать о чем-то своем а вам это наверное не надо если что мы забыли с игроком делимся что когда у нас был профессор лавецкий по гидрогазам пусть он как рассказывает несколько пар методом чем она мог сколько что-то посчитать а потом так спрашивает ну какие вопросы ничего ну неважно методом чем она мог сколько надо 14 проходным посчитать что-то там в газах если вы закончили то у меня организационная мысль мостиковое сообщение я предложил вопрос а вопрос и мы забыли дать наоборот вы скажете что мы забыли а потом будут вопрос мости к чему к чему сделать маленький мостик тогда я совсем на закуску давайте по этому курсу да да хорошо коллеги вопрос это пожалуйста микрофончик дайте микрофон коллеги у кого как определить тот порог на как определить на каком уровне синтез влияет на управление на каком уровне управлять уже становится неэффективно это как-то можно определить не понял на примере я очень тупой как и все если к корпорация слишком большая фирма то и может быть сложно управлять просто за счет объема но чтобы получить прибыль нужен синтез как вы сказали соответственно где тот порог на котором расти фирма уже не должна потому что это будет просто неэффективно классика уже я вам рассказывал про транзакционные издержки вы просто считаете издержки например россия сейчас но явно крупновато владивосток черти где значит и все идет к тому что она вполне может развалиться на части по крайней мере издержки в основном она затратная большая часть субъекта федерации затратная как вы знаете меньшая часть не затратной потому что там что-то добывают или просто там вся торговля через нее идет в этом смысле однозначно россия слишком крупная корпорация вопрос просто в том но корпорации от понятия а жизнь это жизнь в этом страна не корпорации но и любая корпорация тоже не совсем корпорации например юкос не совсем корпорации там была обширная молодежная программа очень важно интересное там были явные политические амбиции например вот но и масса чего там было там наверное был и криминальный слой и так далее вот юкос занимался поддержкой гражданского общества там Поэтому ваш вопрос, понимаете, на каждом этаже должен получать свой конкретный ответ. Если вы рассматриваете общество как экономику, тогда, соответственно, критория очень простая. Там, где капитализация растет, оставляем. Там, где капитализация не растет, это не профильные активы, продаем. Если общество рассматривается как корпорация, там, соответственно, вы смотрите. Купили информационную систему, создали новое контруправление, интегрально по всем проектам компиляция выросла. Хорошо. Упало, ликвидируем контруправление, продаем IT-систему, информацию перестаем собирать, часть Росстата распускаем, все понятно. И живите, как хотите. Дизнеутрализация началась. На уровне производства, в принципе, точно так же. Вот Пикалева. Работает комбинат, все хорошо. Потом на внешних рынках возник кризис, комбинат перестал работать. Ну, было принято политическое решение сохранить. Но с точки зрения экономической и корпоративной были приняты другие решения. Экономически там было прекращено производство, корпоративно там, значит, было принято решение перепрофилировать цементный завод с использованием шлама на, значит, использование традиционного сырья, то есть его выдернули, с цепочки похоронили. То есть экономический и корпоративный завод постановили Пикалева уничтожить, ликвидировать производство, предпринять необратимые шаги, после которых оно умирает. Если, к примеру, туда не примечался по ряду причин, то, соответственно, там бы все уже умерло. Ну, окончается совсем плачевно. Может, продают в основном? Да? Я не знаю, просто. Да, расскажите. Ну, окончается плачевно. Сейчас он выставлен на продажу, и там буржуины. Город? Ну, за 250, за 200 миллионов долларов. Как выставили? Пикалева. Ну, не как город, как те самые три связки по производству. Как некий инвестиционный проект, где готов прийти инвестор, в этом Пикалева что-то такое вложить. Но уже не наш. Поскольку наш. Приезжают люди, которые знают, что такое город, и он зачем-то им нужен. Поэтому вопрос еще и в том, кто субъект. Если субъекту зачем-то нужен город, он понимает, зачем нужен город, он тогда должен знать, как город может сам себя окупать. Средневековые города не были на дотации. Кто им дотации платил? Спрашивается. Дотационных городов по определению быть не может, за исключением музейных центров. Каких-то. Вообще говоря, ваш вопрос к стране неприменим. Вы же не будете считать, там, не знаю, сестру, брата, сына, мужа, бабушку, с точки зрения, да, на бабло пересчитывать. Баблометр подносишь к баблометру? С другой стороны, да. Теплометр. Да, по поводу тещи, да, где-то вчера мне там, ну, это известный анекдот по поводу того, что... А про бабушку? Какой? Что сказать? Бабушке подносишь к баблометру? Нет, нет, я про другое. Мне про тещу вчера сказали, что... Мне только что позвонили и сказали, что моя теща разбилась на моей машине, по поводу чего у меня двойственная позиция. Вопросы, которые мешают усвоение, движение вперед, там, по возможности конкретные, можно по процедуре, там, не знаю, любого сорта, потому что сейчас мы... Если мы хотим строить какой-то бизнес в нашу цепочку, приходим к бизнесмену и говорим, давай с нами, за это ты получишь... Ну, либо ничего не получишь, но при этом продолжишь работать нормально, либо 5%. Вот. Ну, если мы рассмотрим шанс, что он там рушится, вот. А он говорит, 5, а ты сколько получишь? Он говорит, ну, я вот в два раза больше от того, что я раньше получал. И он же может сказать, что... Ну, я вот просто не хочу, чтобы ты получал в два раза больше, и поэтому мне мои 5 вообще не нужны. И, по-моему, для России такая ситуация, в принципе, нормальная абсолютно. Это было начало перестройки, где кто-то там из великой четвероицы, Нойкин, Клямкин, Лисичкин и Баткин, написал про какую-то женщину, которая говорила про соседку предпринимательства, что я не могу вкалывать, как эта дура, но я не позволю этой сволочи так много зарабатывать. Да. Но ситуация реалистическая, но есть все нормальные способы. Пункт первый, он, скорее всего, вас не спросит, потому что он прогорел, а тут он предлагает опять продавать то, что он может производить, или опять покупать то, что ему было надо. А ему предложили не умирать. Вариант два, если он при этом так спросил, то, может быть, он заслуженно умер. Вариант три, вы ему просто не говорите. Скажите, как? Потому что для того, чтобы он узнал, сколько вы зарабатываете, он должен быть в состоянии реконструировать вашу схему. Он реконструировал вашу схему и говорит, «О, брат, теперь ты такой же, как и я, и я с тобой с этого момента буду делиться». Потому что он сел каким-то образом, потратил свое время и схему выстроил. Мне гораздо лучше работать с предпринимателем, потому что предпринимателем можно построить схему более высокого класса. В этом заинтересованы. Если только вы не боитесь, что он вас переиграет. Но чтобы не бояться, что вас переиграют, надо все время повышать компетенцию. Вознесенского я его в принципе не очень ценю, но в детстве за неимением другого читал. «Не слава и не коровы, не тяжкая корона земной, пошли мне Господь второго, чтобы быть ему петь со мной». То есть человек хочет, чтобы был такой же, как и он, достойный соперник, потому что они могут петь, играть дуэтом или импровизировать джаз. Вообще вы указали на то, что отсутствует нормальный механизм оценки. То есть предприниматели не вооружены в том числе такими инструментами, как оценивать вклады друг друга в предпринимательскую схему. В какой-то из книжек, по-моему, это и есть процентная деятельность. Поэтому задачка построения стандарта предпринимательской деятельности, вооружения его технологиями, инструментами, в том числе такого рода оценочными, счетными, это и есть задачка, которая должна делаться конструкторами, которые этот уклад конструируют, обустраивают, вооружают. В том числе вот эти курсы, не эти курсы, но вообще подобные вроде курсы, должны вооружать вас инструментами и нас предпринимательской работой. Мой учитель на примере других проектов учил меня когда-то. Вот говорят людям, мы построили гениальную схему, или замечательный план, чудесную организацию, и ее стали внедрять. А эти уроды, напортив сами себе, принеся вред стране, нам и им себе во вред, помешали нам реализовать. Они испортили наш проект. Мне говорил учитель, вы должны учитывать реальных субъектов, с их мотивацией, с их уровнем понимания в данном проекте. Вы, конечно, должны давать им шанс, но сначала вы учтите их интерес, их понимание. Будьте добры, говорите с бизнесменом на языке бизнеса, на их конкретном языке, исходя из их интереса, из того, что они не бизнес вообще знают, только свой. И тогда, если вы это сумеете сделать, то и у вас останется время, и у вас не будет другого выхода, и вы не найдете никого другого, вы тогда выберите наиболее продвинутых бизнесменов, и начните готовить из них для себя в команду предпринимателей. Кто? Пожалуйста. А если не начнете, но это жизнь такая. Вообще говоря, предприниматель, он несчастный человек, он одинок, он живет, он как один взрослый в мире, где все остальные дети. И ему, пока он строит свою схему, не с кем поговорить о настоящих вещах и делах. Его никто не в силах понять, потому что все маленькие дети, и он каждому помогает еще одну банку варенья снять с полки шкафа, еще одну конфету достать. А потом, конечно, он тоскует и начинает пытаться создать себе подобных из того, кого он встречает. А если никого не встретил, идет в институт и говорит в таком случае, ребята, давайте я вам там кафедру какую-нибудь открою, стажировку предложу. Но только вот устал я среди этих жуликов или жмотов, или их идиотов, не с кем мне поделиться. Никто не понимает, какой я крутой предприниматель. А как только он начал делать шаг, чтобы кто-то понял, он тем самым роет себе могилу или выстраивает себе систему мотивации на более крутой предприниматель. Поэтому либо ваш подобный, вам подобный вас сожрет, и вы ему подарите, как Жуковский-Фушкин, портрет с надписью «Побежден победителю ученику от побежденного учителя». Либо вам придется идти на курс повышения квалификации. Прямо как электроник, который менял свою компетенцию на человечность. Ну, не все смотрели. Кто не смотрел «Приключения электроника»? Лучше спросите, кто смотрел. А, кто смотрел «Приключения электроника». Сергей, вы недооцениваете. Советские фильмы, они в сетках-то бесплатно сейчас везде накачиваются. Ну, хорошо.